шадоу демон эридар задолго до войны между скорш и сентинел древний демон по имени шадоу демон вел войну со всеми живыми ни один защитник света не мог победить его в итоге он был предан и убить своими подданными но малейшая часть его тени выжила через тысячелетия он восстановил часть своей силы и с каждым днем становится все сильнее его тело не очень пригодны для прямых столкновений но он знает множество заклинаний и трюков его умение включает изгнание отравление проклятие и древнее демоническое искусство хорошо прикину я так и понял что там реки мару сейчас будем накидывать вот это на вставочку можно сделать хорошо брат я помогу нес и не сытвой саппорт рядом дорогой твой саппорт рядом домой твой саппорт рядом давый саппорт рядом давай саппорт рядом брат я таки да и он умирает крест кинул но я живу еще есть должен умереть тысяча не не умрет и умрет опять бежит и посмотри на него на этого баха с какой-то у меня так душить а я на развороте сыграю вот этот таган да походу у него софт какой-то по-любому лакхак у пацана он врубил лакхак и его дропнуло вот всем привет дорогие друзья с вами яксанас и сегодня у нас конечно же новый гайд но прежде чем мы приступим к его разбору конечно же вот этих спонсоров очень хочется выделить ребятки спасибо вам что поддерживаете спасибо что мотивируете конечно же что то что вы продвигаете мой youtube канал да конечно же ребята не забывайте что спонсор видят контент немного раньше знают немного больше я анонсирую в сообществе ютуба новую какую-то информацию по спонсорской подписки также кстати еще телеграм-канале я еще публикую новые видосики и так сказать информирую там поэтому по ссылке в описании вы найдете телеграм-канал туда тоже рекомендую подписаться но на спонсорке по желанию а в тг стопроцентно потому что мало ли что произойдет меня в этом сможете найти в общем ребятки не забывайте про спонсорку не забывайте про телеграм там вы сможете пообщаться и конечно же узнать что-то новенькое кстати телеграм это почти та же самая спонсорка получается потому что там сидит элита держите в курсе вы у меня все элитные но там сидит сверх элита для них отдельные привилегии им чуть-чуть пораньше информации ну и в целом вот такая вот тема ребятки от души каждому спасибо что у нас сегодня эридар эридар шадоу демон вот вот этот вот димоноид вы просто посмотрите на него какой он сочный аппетитный какой у него огромный толстый хвост это очень интересный герой очень сильный дизейблер очень хорошая четверка и сегодня на четверке двоечки конечно же сыграем и конечно же разберем какие у него способности если в прошлых гайдах мы разбирали все способности и к сожалению не был никаких фишек то сегодня все фишки будут раскрыты и поехали у нас мы сегодня узнаем как работать дизрапшин как работать салка черкак работает shadow poison и как работает демоническая пурги жесткий герой на жесткие каточки на жесткие теорию ребятки сегодня готовьте сегодня будет люто интересно а кстати по поводу гайдов гайды сейчас будут выходить реже по понятным причинам потому что гайд есть на каждого героя и осталось переделать не так много гайдов и поэтому я ценю этот контент который я делаю стараясь делать намного качественнее и намного реже сейчас есть много других видосов которые сейчас выпускаю поэтому рекомендую заходить смотреть но не забывайте про то что стримы в 19 по мск каждый вечер поэтому ребятки все пожелать всем приятного просмотра всех проинформировал те кто не скипали те молодцы те кто скипнули это никогда и не узнают поэтому все поехали на теорию сейчас будем разбирать нашего shadow демонолога погнали и так ребята первая способность на нашем персонаже это disruption disruption это астрал который можно заюзать на союзника или на оппонента при этом после того как оппонент или союзник выйдут с астрала создадутся две иллюзии на определенное время и которые будут наносить определенное количество урона тут у нас разные колдауны разные монокосты и все это мы сейчас будем разбирать хотки у нас д прокачали данную способность дальность применения 600 и не сдавайте применим на алхимика и посмотрим что будет происходить время изгнания у нас астрала две с полной секунды вот такой вот у нас астрал при этом цель находится неуязвима она в неуязвимости то есть будет правильно сказать цель неуязвима она у нас не получают урона она у нас также может быть засейвлена от всяких там риперов то есть допустим каких-то других жестких способностей на какое-то время просто на две с полной секунды неуязвимый персонаж становится он ничего не может делать он не может там допустим заюзать какие-то кнопки он просто изгнан его нету здесь в доте то есть получается Просто выкидывать с доты игрока вот так вот на 2,5 секунды Далее появляются иллюзии, которые начинают бить того, кто здесь И, конечно же, эти иллюзии прикольные И вот такая вот приколюха Также можно юзать на союзников Что мне нравится, в принципе, дальность применения даже приемлемая 600 единиц, но ее хватает, поверьте Ее хватает И вот так вот у нас создается 3 ЦМочки При этом у нас тут не 3, а 2 получается Одна ЦМка уже есть, еще 2 сверху И прикольно Давайте разбирать более детально, что у нас будет происходить Давайте выведу табличку и посмотрим В принципе, по астралу, думаю, вы поняли уже На 2,5 секунды заточает, появляется иллюзия Иллюзии наносят определенный урон Конечно же, получают при этом определенный урон Создаются на определенное время Все, это тут понятно Можно там сейвить, кайтить, да, то есть вы поняли Хорошо, выезжает табличка, как я уже сказал И смотрим, что у нас под таблицей Дальность применения 600, количество иллюзий 2 То есть иллюзии у нас больше не появляются То есть всего появятся 2 иллюзии с дизрабшина И, конечно же, все Далее, иллюзии наносят урон На зависимости от уровня прокачки 30, 40, 50 и 60 процентов урона При этом этот урон идет от родного дамага То есть вот этот не плюсовый То есть родной дамаг И получается 120 процентов урона на ласт уровне Будут наносить 2 иллюзии Это как один персонаж То есть это очень круто и очень годно Иллюзии получают урон 150 процентов Это очень крепкие иллюзии При этом же, если у террор блейда 400 процентов иллюзия принимает То тут у нас принимает всего 150 Это очень хорошая иллюзия Очень крепкая иллюзия Если там есть какой-нибудь образный алхимик с радиенсом И вы просто берете, делаете дизрабшин И, конечно же, берете этого крепкого алхимика И бежите пушить им И при этом еще их фармите радиенсом И плюс монетки То есть прикольно Я помню, мы обузили это с террор блейдом То есть террор блейда Берете перед хайграундом Закидываете дизрабшин Появляются иллюзии Они очень больно бьют У террор блейда родной дамаг Соответственно 60% Вот такого вот дамага у нас будет наноситься И, конечно же, иллюзия при этом еще и очень плотная Это реально год Длительность иллюзий 5, 6, 7 и 8 секунд То есть на 8 секунд Это максимальное время Которое вы можете создать эти иллюзии Если вы именно ориентированы на иллюзии А не на астрал Ну и, конечно же, длительность изгнания 2,5 секунды 2,5 секунды, конечно же Персонаж находится вне доты Но это вы уже все поняли Это я объяснил Монокос, 120 единиц Перезарядка 25, 22, 19 и 16 Если честно, перезарядка большая Большая При этом часто дизрабшин берут на единичку И качают второй, третий Потому что там тоже есть свои фишки И 25 секунд Это очень долгий кд Но в целом хорошо Блокируется иммунитетом к заклинанию И, конечно же, блокируется линкой Развеять никак нельзя Давайте сейчас мы закинем в линку Эту способность Итем Линкен И посмотрим, что будет происходить Итем Так, 220 Давайте Это, надеюсь, не поломанная линка Блин, это поломанная линка Эх, печалька Ладно Минус Итем 219 Короче, тут в соло лобби Есть приколюхи Поломанные линки есть Оп, смотрите В линку не работает данная способность Далее Давайте блацк нажмем Минус Итем Блацк Минус Итем Итем 230 Смотрите На бкбшного юнита я также не могу нажать На бкбшного Смотрите А если союзник будет бкб Интересно, да, вроде Смотрите Допустим, она юзает вот так вот И на союзника я также не могу направить Это очень важно Потому что Если вдруг тиммейт вам пишет Эй, почему у вас трал не закинул А ты пиши У него бкб У тебя бкб, брат Было, я не успел Вот и все Вот такой вот у нас первый спел, ребятки Надеюсь, вы поняли В принципе, в юзании очень просто Он просто прыгаете Даете астрал Накидываете все остальное При этом, кстати Есть тут еще фишки с астралом Фишка с астралом такова Что все мои способности Которые у меня есть Ну, кроме ультимейта Они бьют Как бы не бьют А стакаются в астрал То есть Второй спел можно будет накинуть в астрал Но это мы, в принципе, будем разбирать По ходу изучения второго и третьего спела Поэтому Держите в курсе Что есть тут какая-то фишка И о них я сейчас буду рассказывать Чуть-чуть дальше Поехали Следующая способность Которую мы разбираем Это, конечно же, соул качер Очень интересная способность Эта способность Имеет специфическое применение Вы сейчас поймете, почему И в целом, что это? Это амплификация Это увеличение всех типов урона То есть, соответственно Это магические, физические, чистые Но, по-моему, отнимание здоровья Оно не увеличивает Я не знаю, почему Не увеличивает отнимание здоровья Хотя отнимание здоровья В теории Это фиксированное снятие HP Поэтому и не улучшает Короче, амплификация На определенную процентовку 20, 30, 40, 50% По уровням прокачки Мы это тоже разберем Хотки у нас С Прокачали данную способность Ребятки Смотрите, какая у нас Огромная аоешка Я говорил про специфику И именно это и есть специфика Аоешка Не значит, что вы бафаете Всех в этой аоешке Рандомно Кого-то в этой аоешке Бафает этот соул качер И кто-то рандомно Получает Эту амплификацию Это такой бред, если честно Вы можете накинуть на крипа Случайно На другого героя Но не на того На кого вы хотели То есть смотрите Вот так вот стоит толпа Раз Алхимику кинулась Далее Вот так стоит толпа Раз Аппарату кинулась Вот такая вот приколюха Поэтому этот спелл Требует определенного Таргетинга То есть Если вы хотите Закинуть в алхимику То вам придется Вот так вот Так сказать И Блин Изворачиваться И соответственно Подбирать какую-то позиционку Чтобы бафнуть Именно вот так вот бафать И самое главное Чтобы здесь Тут вот никого не было Ни крипов Никаких других там Лесников и прочей Всякой фигни Иначе вы так не пробафаете Но эффект Блин Какой классный эффект На этом спеле Посмотрите Он бафает Но землю не видно Да тут Вот Вот так красивый эффект Такие черепочки И сразу Вот такой вот эффект Сигнализирует о том Что на нем есть Вот это проклятие Которое Заставит персонажа Конечно же получать урона Намного больше И все Раз и кончается Определенная Также Тут есть длительность У нас И об этом Мы сейчас будем Разговаривать В общем надеюсь Вы эту приколюху поняли И чуть позже Разберем еще фишки С астралом Смотрите Выезжает табличечка Дальность применения У нас 600 единиц На дальность Ну вы поняли 600 единиц То есть на 600 единиц Вы можете вот так вот Способностью закидывать Но не считая того Что вы еще можете Немного увеличить Эту дальность применения Своей ауешечкой То есть Если вот здесь Если это 600 То вы можете Конечно же Вот так вот Аккуратненько зацепить И у вас уже Получается 1000 То есть тут можно Такой небольшой Лайфхак применить Следующее Что у нас там есть Это радиус поиска 450 Это именно та специфика О которой мы Разговаривали ранее То есть не бафает всех А бафает кого-то Рандомно Таргетно В этом В Именно в этом АОЕ 450 единиц Далее Усиление урона 20, 30, 40 и 50 процентов На 50 процентов Урона будет получать юнит больше Это амплификация Не забывайте Помните видосы Про Хускар ваншот Именно там С помощью амплификации Мы увеличивали Дэмэдж С ультимейта Хускара Вот именно так Это и работало Усиление урона Мы разобрали Длительность 12 секунд То есть Дебаф На оппоненте Расположен На 12 секунд На 12 секунд В течении 12 секунд Он будет получать урона больше Требуют саманы 50, 60, 70 и 80 И перезарядка 13 Вот такая вот у нас Приколюха по табличке Ребятки Давайте теперь потестим Как у нас работает Этот спелл Смотрите Во-первых Что нам нужно заметить У нас нету никакого бафа Это очень-очень плохо Но эффект рассеивается Эффект рассеивается Если честно Очень хочется проверить Будет ли Работать этот Спелл В БКБ Рассеивается он или нет Давайте если вот так Вот мы проверяем Дагон Смотрите Ага Окей Линку дропнем Все поехало Смотрите Проверяем Хочу проверить Будет ли работать БКБ То есть тут написано Блокируется иммунитетом Заклинание То есть вроде эффект слетает Но я хочу проверить Все равно для вас Смотрите Опа Вот столько ХП осталось Далее Берем Бафаем Юзаем БКБ И Конечно же В БКБ догон Работать не будет Азез молодец Найс Тестируешь Сейчас БКБ Упадет И в принципе Кастуем Нет Абсолютно столько же наносит А с солкачером Убьет То есть получается У нас Если вы заюзали БКБ То к сожалению К сожалению На вас даже и работать не будет Вот так вот Все протестили Наконец-то Азез сообразил Что нужно сделать правильно Все Хорошо Ну так сказать Не забудьте Парофлиться Этого прикола Что Догонка Стую в БКБ Это нормально Следующее Что нам нужно сделать Это Написано Нельзя развеять Диффузом И темп див Так как у нас В целом Нету статуса Нету статуса Я считаю Что по-любому Нельзя Как бы так сказать Тут Вообще Что-либо Развеять Так И диффуз На себя кидаем Хотя смотрите Развеялось Вроде Да Развеялось А написано Нельзя развеять Вот так вот Вот именно поэтому Я сижу И тестирую Для вас Это ребятки Я прикреплю Вот картинка Смотрите Нельзя развеять Написано А можно развеять То есть получается Я сейчас просто Снял Солкачер Это конечно же круто Так что держите в курсе Что вы можете Спокойно снять И считая того Что там нету статуса Никакого опознавающего Что там Есть солкачер Налица Есть просто эффект Вы можете конечно же Его развеять А на сайте написано Что не можете Так что вот такая тема Ребятки Теперь Фишечка с астралом Смотрите Какая у нас есть фишка с астралом Солкачер И третий спел У нас также будут работать И в астрал То есть Если вы вот так Заточили кого-то в астрал Вы можете пробафать вторым И персонаж уже появится Вот такой вот В солкачере И конечно же Дамаги будет получать Намного больше Так что Вот такая вот фишка И также фишка С дизрапшном Есть у нас еще и на третьем спелле И именно это Сейчас мы также будем разбирать Вообще Ребятки Надеюсь вы поняли Что такое солкачер Это просто амплификация У которой есть специфика Юзания И надеюсь Вы поняли Все Погнали на следующий спелл Итак ребят Теперь самый интересный спелл Который у нас тут есть Я считаю Что это один из самых Неприятных спеллов в доте То есть Наравне с спеллами Которые есть в доте Типа как у Клокверка Первый Это тоже Шадоу Пойзон Очень неприятный спелл Но он не похож На тот спелл Который у Клокверка Но в целом Он заставляет напрягаться Шадоу Пойзон Хоткей у нас Даблью Прокачали Даблью На Даблью У нас появляется Вот такой вот здесь Спелл И когда мы Кастанем один раз Эту способность У нас появляется Релайз Пойзон На сходке Е Для того Чтобы взорвать Этот яд При этом у нас тут Маленький КД Там одна секунда Буквально Но вы поймете Зачем это нужно Смотрите Шадоу Пойзон В целом Что это такое Это стаки Которые вы постоянно Накидываете на оппонентов При этом Чем больше вы накидаете Но самый профит Накидывать 5 Тем сильнее ударит Там есть свои приколюхи Что после четвертой накидки Пятая накидка Идет в 2х урона То есть Если вы накидали 4 У вас там Образно на стак Она уже 400 урона То пятый стак Даст вам уже не 400 А 800 урона Это так Приблизительно Но потом мы разберем досконально То есть Надеюсь вы поняли Самая крутая вещь То есть Вы просто кошмарите Этим спеллом У нас огромная Дистанция прохождения У нас огромная Огромная Вот эта вот скорость Полета этого яда Сейчас мы все это Покажем С уровнями прокачки У нас тут Увеличивается дополнительный урон За стак То есть Определенное количество Настакиваний У нас тут увеличится Именно этот урон И конечно же В целом В совокупности Вы нанесете урона Больше Чем больше стакает Тем Ну вы поняли Короче Тем больше будет урон Хорошо Смотрите Длительность Этого спела У нас на одном Персонаже 10 секунд То есть Если в течении 10 секунд Вы не успеваете Перебафать Или пробафать Еще разок То конечно же Действие заканчивается И взрывает Те заряды Которые у вас были Тут маленький КД у нас И хороший монокост Но давайте разбирать Досконально Смотрите Хотки у нас Закидываем данную способность Дальность применения Те способности Полторы тысячи единиц Смотрите Вот так вот Закидывается Вот такой вот яд И при этом Смотрите Алхимика зацепили Циферка 1 была И при этом Ему еще нанесся Какой-то урон К слову У нас Shadow Poison Имеет 50 базового урона То есть Что бы вы ни делали Вы конечно же Нанесете 50 урона 100% Но это магический урон У нас опять-таки И там не 50 А чуть-чуть поменьше И вот так вот Вы настакиваете Смотрите У нас получается 4 заряда Это у нас сейчас будет 4 заряда 160 урона 160 урона А если мы накинем 5 зарядов То посмотрите Сколько сейчас будет урона Давайте накидаем 3 4 И пятый заряд пошел Опа В 2х И 320 То есть понимаете Да Весомая разница Что с первого раза Ударил за 4 стака И что Со второго у нас Ударил только на 5 стаков Это круто То есть тут разница Весомая При этом Это сейчас первый левел Этой shadow poison Очень кошмарный Спелл на самом деле Не люблю стоять На миду против эридара Потому что приходится Постоянно мансить А если вы прогуляли стаки То это жесть На оппоненте Когда вы играете То есть не на оппоненте А на союзнике То есть если shadow demon Против вас играет Если он на вас накидывает На вас не показывается Сколько накинуто уже И вы можете прогуляться Так и конечно же Потому что умереть Просто за считанные секунды Просто из-за того Что вы прогуляли Сколько стаков он накидал Поэтому будьте бдительны Спелл очень-очень жесткий Ну и что ж Давайте разбирать табличку По табличке Я вам сейчас расскажу Все более досконально Смотрите Выезжает табличка Кстати их две будет Две таблички Одна таблица урона Другая уровня прокачки Сейчас таблица урона Будем позже чуть разбирать Давайте уровни прокачки Все-таки так как бы правильно Смотрите Дальность применения Полторы тысячи Дистанция прохождения Тысяча пятьсот То есть это все Вот эта дистанция Которая у нас есть Вот эта вот ребятки Раз и полетела Поизон Вот такая вот у нас Полторы тысячи Далее Радиус у нас Сто девяносто То есть у нас есть Тут определенный радиус Захвата вот этой вот Летучей вот этой Вот этого яда То есть в течение Вот этого вот яда То есть вы можете Как там мансануть Или зацепить То есть сто девяносто Ауешка у этой вот яда Вот это вот Тут этой точечки Сто девяносто Ауешки И конечно же Вы можете зацепить Любого там Крипа, героя Неважно То есть И потом конечно же Нанести урон Следующий у нас Урон за заряд Двадцать тридцать пять Пятьдесят и шестьдесят пять Этот урон за заряд У нас имеет Огромное значение Несмотря что тут Маленькие циферки Двадцать тридцать пятьдесят и шестьдесят пять Не забывайте про то Что после четвертого заряда Пятый дается в два икс А последующие Будут так же и даваться Как давались Конечно же Это очень-очень жестко Поэтому Сейчас это будем Так же разбирать Базовый урон пятьдесят Это тот урон Так сказать инициаловый Когда вы просто попадаете Этим ядом Это я уже сказал Длительность заряда десять Так же я это упомянул То есть Один яд Вот такой будет держаться Десять секунд На оппоненте И конечно же Через десять секунд Он лопнет Этот заряд И все И нанесет урон Ну Монокост у нас Сорок единиц Это очень маленький Монокост Перезарядка Две с половиной секунды Очень маленькая Перезарядка Которая позволяет Жестко задушивать Смотрите Попробуем скинуть Опа Скинули И сразу же Яд у нас Наносится Наносит урон То есть Получается Диффузом Можно развеять Этот яд На бэкэбэшных юнитов Эта способность Естественно Работать не будет То есть Смотрите Она будет стакаться Но дэмэдж Может не нанести То есть Вы будете Настакивать Но дэмэдж Не нанесете Это тоже важно знать То есть Если нахс бегает В рейдже То вы можете Спокойно накидывать А потом Когда с рейджа Выходит Просто шандарах Так что Вот такая вот Приколюха Смотрите Далее Разбираем Что у нас тут есть Первая приколюха Это конечно же Работа с дизрапшином То есть Вы можете Вот так вот Раз Накинули Персонаж от вас Убегает Вы ему такой Опа Даете Хопа Инициал вы не нанесете Но в целом Он уже Персонаж Апнул Еще один стак И еще Это можно сделать Под салкачером Вот так вот Раз Два Три И бабахнуть То есть Получается Очень много Урона Вы нанесли В астрале Третий стакается Второй стакается Это я упомянул Это главные фишки На шадоу демоне Которые вы должны знать То есть Если вы Накинули Два-три стака То рекомендовано Накинуть еще астрал Еще раз стак подкинуть Пока он в астрале Опа Еще откатилось И еще накинуть И тем самым Вы увеличите Количество Яда На оппоненте И это даст вам Спокойно Огромный раздамаг То есть Вы можете Просто потом Ваншот Ну и теперь Самая интересная Табличка За которой Все сюда пришли Как получить Два икс Дамаг с Пойзона Смотрите Табличка выезжает Давайте разбирать Четвертый уровень Смотрите На первом уровне Яда То есть на первом стаке Смотрите Уровень 4 Табличка Смотрите Уровень 4 И первый стак яда 65 Второй стак 130 130 Третий Третий Четвертый 520 Пятый 1040 И шестой 1090 Почему такой разброс Как я уже говорил Четвертый и пятый Уровень яда Это не уровень А стак Будет правильно Средо Четвертый и пятый Стак яда Очень важны Четвертый стак Вы накидываете Максимально Постарайтесь Накинуть пятый Тогда вы нанесете В 2 Икс Дамага То есть разница 520 Или 1040 Я думаю Весомая разница Ну а дальше Конечно же Не обязательно Уже стакать Потому что Там уже Все пойдет По дефолту То есть Уже будет Накидываться Там По 50 Уже по 50 То есть меньше Самый кайф Это 5 зарядов 5 зарядов Накинули Бабахнет Очень страшно Но в целом Если вы будете Так накидывать Можно до 19 Раз накинуть То есть Ну получается Там 1090 И по 50 Будет еще Накапливаться Но самый импакт Конечно же В этом спейле Это 4 И 5 Волна То есть На 4 Вы накинули И 5 У вас Накидывается Еще 5 Яд У вас Вот этот И все И тогда Можно взрывать Тогда будет Намного больше Урона То есть В 2 Икс То есть Получается Самый импакт С этой способности На 5 Стаке Так что Вот такая Вот ребятки Тема Не забудьте Обязательно Вот эту тему Подучить Табличка Очень хорошая На первом уровне У нас получается Так 20 40 80 160 И потом 160 320 Сразу В 2 Икс Сразу Прыгает И наносится Много урона То есть Надеюсь Вы поняли Ребятки Если кому-то Непонятно Напишите В комментариях Я вам Еще раз Объясню То есть Ну Объясню Я одному Только Человеку И просто Наверное Залайкаю Этот комментарий Чтобы его Было Если что Видно Надеюсь Вы поняли Как работает Ядь Накидывайте Желательно Накинуть 5 стаков И после 5 стаков Взорвать Сразу Чтобы Оппонент Не подхилил То есть Там Реген Чтобы Вот это Все Чтобы Не хватило Ему Хитпоинтов Выжить То есть Как правило Иногда На лоу ХП Персонаж Убегает И конечно Это очень плохо Смотрите 5 стаков 320 урона Это очень Жестко К чему Я говорил Про регены То есть Есть такая Приколюх Когда вы Накидываете Яды То Оппонент Он же Хилится Правильно И вам Может не хватить Каких-то Микро Хитпоинтов Чтобы Его Добить И вы будете Говорить Блин Раньше Надо было Взрывать Поэтому Сразу Как Пятый Достигает Заряд Сразу Взрываете И все Но если Вы хотите Еще Подольше Постакать То можете Стакать В принципе Ничего Плохого Не будет Но и Хорошего Тоже Самый Импакт Это Пятый Заряд Пятый Стак Пятый Стак Накинули И взорвали Так что Вот такая Ребятки У нас Третья Способность Как Это В совокупности Будет Выглядеть Так как Мы Сейчас Пойдем Еще Ультимейт Разбирать Сейчас Мы Воспроизведем Вот такую Ситуацию Вот Душите Алхимика То есть Допустим Он ходит У нас Такой Алхимик Здесь На патрулировании И вы Вот такие Накидываете Ему Яд Он такой Мансит От вас Вы Сюда Яд Еще Накидываете Ага У него Уже Три стака Нападаете На него Вот так Вот Раз Два Накинули У него Уже Четыре Заряда Опа Вот этот Пятый Кидаем И взрываем И смотрите Сколько Урона Уже 320 Это Первый Уровень Яда И прикиньте Сколько Дэмэджа Вы уже Нанесли Держите В курсе Как Эта Тема Юзаться Все Ребятки Погнали Смотреть Ультимейт Там У нас Очень Интересно Плошь Ребята И переходим Мы уже К крайней Нашей Способности Это Конечно Демоническая Пурги Это У нас Замедление Плюс Очищение Плюс Нанесение Урона Очень Хорошая Способность Которая Позволяет Задезеблить Оппонента Который Вам Не нужен В драге То есть Вы его Очень Сильно Замедлите При этом Распуржите Также У нас Снимает Этот Демонический Пурги Это Положительные Эффекты Он может Снять Еще Ребел Да Может Снять И репел Еще Это Одна Из Фишек И Конечно Все Остальные Бафы Которые Там У нас Будут То есть Допустим Ух Ускара Возможно Там Бладласт Огра Что-то Еще Такое Может Подснимать Так Что Вот Такая Вот Приколюха Давайте Посмотрим Как Работает И Поприменяем На Оппонентов И Разберем Более Детально Ходки У нас Джи То есть У нас Джей Ф А С Д Ф Че Там У нас Дальше Джи Вот Джи А Что То есть На Джи У нас Ходкей То есть Не Джей А Джи Именно Ходкей Дальность Применения У нас 800 Единиц Кстати У нас Тоже Будет Две Таблички Табличка По замедлению И уровню Прокачки Тоже Рекомендую Посмотрите И давайте Проверим На Есть Такой Эффект И в конце После Всего Этого Замедления И этого Эффекта Он Получил Урон Обычный Урон Магический В зависимости От уровня Прокачки Этот урон Магический У нас Тут Возрастает При этом Его можно Улучшить Солкачер То есть Вы можете Нанести Урона Намного Больше Это Очень Очень Круто Данная Пурги Замедляет Очень Специфично Потом Табличку Я покажу То есть Ну В зависимости От уровня Прокачки Опять таки Оно Тут Улучшается Если На Первом Уровне Оно Замедляет 180 60 40 20 То Конечно На Ласт Уровнях Замедлять Будет Намного Больше При этом Даже Эта Пурги Работает Через БКБ Это Очень Годная Тема То есть Если Там Найкс Если Там Кто Еще Есть Какие БКБ То Спокойно Можете Через БКБ Нажать Через БКБ Снимаю Положительный Баф При этом Тут Ну У нас Расположен Дебаф Что есть На нас Демоническая Пурги Это Очень Очень Жестко Вот Такая Приколюха Дальность Применения У нас 800 Как я Уже Говорил Или Не Говорил Я Уже Не Помню Потому Что Я Уже Забыл А если Я Забыл Значит Я Не Знал Ладно Забейте Как обычно Пытаюсь Выкрутиться За свою Необразованность Смотрите Поехала Табличка У нас Дальность Применения 800 Урон 200 300 400 Тот самый Урон О который Я вам Говорил То есть По истечению Данной Способности А именно А именно Демонического Пурги 5 секунд Длительность Демонического Пюрги Пюрги Пурги И после 5 секунд Наносится Урон В конце Это нужно Запомнить Далее Смотрите Замедление Скорости Передвижения 100% Но это Неправда У нас Есть Табличка По которой Мы будем Также Разбирать Замедление Пока что Эту сторону Откидываем Далее Длительность Замедления 5 секунд После 5 секунд Наносится Урон Замедление 5 секунд Идет Замедление Разберем Опять таки Говорю Поэтому пока Оставим Длительность На Негероях То есть На крипах То есть Это допустим Вот такой вот Крипчик Лесной Или какой-нибудь Слайной Вы можете Миссануть И его Замедлите Вы Всего На 3 секунды Количество Зарядов Да у нас Тут есть Аганим А с Аганим Будут у нас Заряды Ребятки Заряды И это Разберем Чуть позже Также Время Восстановления Заряда 40 секунд Будет С Аганим А так У нас Перезарядка Данной Способности 50 секунд То есть С Аганим Еще Немного У нас Перезарядка Падает Но это Мы также Разберем Монокос 200 единиц Перезарядка 50 Очень Сильная Способность Позволяет Жестко Душить Ребятки Очень Реально Очень Сильный Ультимейт Я Если честно Очень сильно Напрягаюсь Когда на меня Кидает Эта Способность В совокупности Если там Накидаться Дизрапшн Стол Катчер И еще Туда И демоническая Пургия Вы прикиньте Иллюзии Которые Бьют 60% Плюс Амплификация На вас Еще и Пургия Но Пургия У нас Вроде Блочится Конечно же Линкой Когда Вот так Блочится Линка То есть В линку Вы не сможете Закинуть Потом Про БКБ Я показал Развеяние У нас Тут еще Может быть Какое-то Развеяние Смотрите У нас Есть Диффуз Диффузом Пытаемся Скинуть И Развеяние Не работает Вы не можете Скинуть Это Замедление То есть Даже Работая Через БКБ Соответственно Не можете Скинуть Замедление Это Очень Крепко Ну и Что ж Теперь У нас Остается Табличка Замедлений Сейчас Мы будем Раскачивать Демоническая Пургия Немного Посильнее Смотрите Если Демоническая Пургия У нас Замедляет На первом Уровне Именно Вот так Вот Смотрите Опа Найс Замедляет Хорошо Сюда Вот так Вот Замедляет Смотрите То есть Через Некоторое Время Скорость Восстанавливается И под Конец Действия Этой Способности МС Полностью Восстановлен То Выезжает Вот эта Табличка Смотрите Замедление Первый уровень 180 60 40 20 Как я Говорил Второй уровень 166 И 33 И третий 100 Тире 50 Давайте Проверять Смотрите Ультимейт Вкачиваем В двоечку В двоечку Ультимейт В двоечку И сейчас Замедло Должно быть Еще Жестче Давайте Проверим Смотрите Опа Пошел Смотрите Какое Замедление Ой Ой Какой Он Медленный Раз Чуть Чуть Побыстрее Под Конец Весомо Я думаю Вы обратили Внимание Что Уже Есть Разница В Замедлениях И это Очень Круто Ну и Конечно же Давайте Проверим Третий Уровень Третий Уровень Демонического Пурги И посмотрим Насколько Сильно Замедлит Смотрите Ой Какое Замедление И долго Держится Оно Держится Держится Раз И Побежал То Есть Почти Сто Процентное Замедление То есть Оно Максимально Жестко Замедленно То есть Он Вообще На месте Вот Сейчас Чуть Побыстрее Побежал 50% Пошло И все То есть Я думаю Вы обратили Внимание И при этом Это еще Можно юзать БКБ Это Очень Годно Вот Такие Тесты Ребятки Для вас В принципе Я думаю По Демоническому Пурги Вы поняли Снимает Положительные Бафы Может Снять Репел Не забывайте Юзается В БКБ Нельзя Развеять Диффузами Не накидывается В линку Имеет Специфику 5 секунд Замедления Жестко Плюс Пурги В это время Когда вы уже Накинули Запуржили 5 секунд Замедления И после Этих 5 секунд Наносится Урон Я думаю Вы это поняли Монокост У нас Небольшая И перезарядка Тоже Небольшая Что ж Давайте Посмотрим Аганим На этого Персонажа И оценим Его Итак Ребята Подобрали Мы конечно же Аганим И тут У нас К сожалению Визуальных Эффектов Никаких Нету Посмотрите Эридар У нас Такой же Как Эбэйл И Обратите Внимание На Ультимейт Когда вы Приобретаете Аганим У вас Сразу Во первых Дастся 3 заряда 3 заряда Во первых Во вторых Заряд 1 кд Шится На 40 секунд В третьих У вас Всего 3 заряда Вот Такого Демонического Пурги Это Очень Очень Жестко Далее Что нам Нужно Знать Конечно же У нас Есть Одна Дополнительная Прикольная Фишка Смотрите Если Хускар Разогнанный Давайте Немножко Его Поддамажим Этого Бедного Хускар И посмотрим Что у нас Будет Происходить Смотрите Если Сейчас Будет Красный Огурец У него Опа Возбудились Его Конечно же Вот эти Копья И Сейчас Мы Покажем Одну Приколю Смотрите Демоническая Пурги У нас Во-первых Мало того Что она Кд Что теперь 40 секунд И у нас Есть Три Заряда Так И еще Когда вы Накидываете На Оппонента Он У нас Находится В Брейке Что такое Брейк Брейк Это Это у Нас Отключение Пассивки Отключение Пассивок То есть В течении Пяти Секунд Вы Отключаете Любую Пассивку Еще Помимо Это именно Те фишки О которых Я вам Рассказываю Ребятки Это очень Очень Жестко То есть Вы можете Просто Жестко Задезейблить Какого-то Персонажа Образно Говоря Найкс Не сможет Отхиливаться Не сможет Не сможет Пускар Пользоваться У нас Способностью Но По идее Мы можем Вот так Вот эту Тему Снять Да Да Брейк У нас Снимается Как видели У нас Пассивка Горела Черненьким То есть Она Выключена Вы можете Этот Брейк Снять С себя Но Сам Демонический Пурги Вы не снимете И это такая Фишка С Аганимом Я надеюсь Вы поняли Аганим Очень хорошая Вещь Чтобы Законтрить Каких-то Персонажей Которые У нас Будут Жестко Вносить Урон Жестко Вносить Урон И при этом Конечно же Будут иметь Какую-то Неприятную Пассивку Самое Классное Что у нас Тут есть Это конечно Брейк У нас Еще Вы знаете Вообще В целом Что такое Брейк Но это Вообще Отключение У нас Пассивки Да Именно Пассивный То есть Если у нас Сильверейдж Работает Немного По-другому Он блокирует Еще и Урон То тут Брейк У нас Просто Получается Отключают Пассивочки И это Кстати Очень хорошо Потому что Вы Ну Просто Можете Так Жестко Законтрить Кого-то Получается Очень Круто Интересно Вот такой Вот Ребятки У нас Сегодня Получился Обзорчик Надеюсь Вам Он Понравился Понравится Если Вы Его Еще Не Смотрели Очень Хороший Герой У нас Иридар И Реально Очень Годный У него Способности Очень Хороший Аганим Каточка Через Аганим По-любому Будет Не забывайте Что Есть Тут Свои Фишечки Не забывайте Что У нас Очень Много Тут Всяких Различных Приколюх Которые Я Не знаю Ребятки Потому что Гайды Ну Особо Не любят Керри Катки Смотреть Я так Понял Потому что На керри Катках Ну Вроде Типа Ничего Интересного Нет Но Это Фановая Катка Которая Так Сказать Ну Вам В принципе Вроде Интересно Вроде Интересно Я хочу Заливать Отдельным Видосом Потому что В гайде Гайды Очень Долгие Получаются И Желательно Сюда Лучше В гайде Ставить Три Интересные Игры Какие-то Там На четверки Там На двойки Керри Катку Если что По желанию Уже Добавлять Если Вы попросите Так Сказать Будет Но Надеюсь Вы поняли Так По зарядам Вы поняли В целом Да То есть Я уже Тут Начинаю Заканчивать Гайд А по зарядам Типа Заряды Откатываются То есть Ну Пассивно То есть Вы там Заюзали И через 40 секунд Конечно же Практику Пожелаю Всем Приятного Просмотра Спасибо Что Смотрите Спасибо Что Поддерживаете Не забывайте Смотреть Гайды Которые Уже Есть На канале Не забывайте Про то Что Есть Другой Контент На канале Ну И про Стримы Также Не забывайте Все Ребятки Поехали На жесткую Практику Сейчас Мы будем Уничтожать На шадоу Демоне Поехали Так Ребятки Загрузилась У нас Каточка Конечно же Сегодня Так как У нас Шадоу Демон Это Значит Что Сегодня Будет Весело Это Очень Интересный Веселенький Герой Так Что Ребятки Смотрите Сейчас Мы пойдем Скорее Четвертой Позиции Давайте Побаним Все Что Нам Не Нравится И Г Г Смотрите Что У нас Тут Есть В общем По Контр Пикам У меня Есть Отдельная Рубрика Но Что Контр Шадоу Демон Это В принципе И так Понятно Шадоу Демон Это Обычный Персонаж Который Уязвим Допустим От Неруба Ассасина То есть Это Маг Шадоу Демон Это Маг Соответственно Будет Очень Тяжело Ему Против Каких Либо Таких Персонажей Которые Контрят Магов Там Допустим Может Палка Пугны Может Сам Нерубиан Ассасин Антимаг То есть Такие Герои Но В целом Не знаю Шадоэшка Он такой Если не драться Ни с кем Именно Рукой То в принципе Все Будет Отличненько Если рукой Не деретесь То хорошо Так Раз мы тут Пойдем В четверочке О Смотрите БХ нарисовался Значит Нужно будет Брать Дасты Тоже Кстати БХ Хорошо Может БХ С догоном Очень хорошо Может напрягать Вой И Мартретка Тоже Мартретки Есть доступ Быстрый Плюс Очень много Урона с руки Снайпер Не знаю Снайпер Крипчик Но мы Соберем 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 себе Этот Огоним В любом случае В этой каточке Надеюсь Интересно Вот так Вот Так В общем Сейчас Поиграем На четверочке Я не знаю Я бы вообще На низ пошел Но если у нас будет В Хейле Хороший парень Стоит То конечно же На низ Не пойдем И потом Каточку еще Через центральную Сыграем Возьмем Ребятам Куру И погнали И погнали Так Клока Взяли Клока Взяли Сейчас Посмотрим Что у нас будет Еще Еще Кого будут брать Интересный Пик В общем Наша задача Сегодня на четверке Это побегать Посолить Подушить Ох Ох Еще Иншолкера Взяли Нормально Нормально Вот Я если честно Тут думаю Как через что Качаться мне Через что Качаться Через Этот Через Третий Или максить Астрал Чтобы душить Астралами Но в любом В любом случае Второй спел Надо качать Давайте возьмем Третий Все таки Новый Пойзона Это круто Возьмем Вот такой вот Немного Бомжатский Затар Чтобы если что На лайне Поддушивать Я думаю Будем подстакивать Думаю Будем подстакивать Я не хену Так Напишем Чтоб не палиться Хорошо Так Ну что Пацаны Погнали Так Вот на хрен На хрен Нельзя Это Вообще Обращать Внимание Чел Войд Мидер Ру Пошел Бубить Гору Гору Посмотрим С кем На топе Будем стоять Если Фармить Ну блин Тут знаете Тоже Чревато Вот Я сейчас Играю На 3 КПТС И Тут проблема В том Что никто Не знает Роли Героя Ну Никто Не знает Вообще Как А может Я мид Пойду Мб Я тогда Мид Может Туда Эту катку Мид Пойдем Может Эту катку Мид Пойдем Туда Мид Локера Я в миду Выиграю В любом Случа Я Центр Пойду Тогда Да Вот так Вот Не Взначай Уйди Уйди Не надо Уйди Пусть Стоит Нет Я нормально Тут Постою Только Вот БХ Тут Сейчас Инвизон Потная Катка Будет Да Чувствую Уже Так Ну Раз Мы Пошли В центральную Значит Нам Нужно Перекрепить Тут Все Будет Огонек Как Говорится Пока Не Спамим Спамить Начнем Чуть Чуть Позже Когда Астрал Будет Астрал Будет Тогда Подспавим Хорошо Можно Переагриться А У него Вижена Нет У него Тоже Да Ластхит Кайфовый Так Я беру Астрал Для чего Вопрос С помощью Астрала Можно будет Подзонить Немножко Дополнительно Накинув Третий Хорошо Не Добиваю Этого Тоже Пропущу Да Хорошо Пока Пассивника Стоим Специально Надо Вот так Сделать На третьем Начну Душить Его Инлокер В принципе Вообще Не стоит На миду Можно С первого Левела Начинать Спамить Но Особо Много Урона Не внесете Что Пошли Я Прямо Закину Сюда Три Четвертый Есть И Надо Пятый По-любому Кидать Я Не Вижу Его Где Ты Вот Сюда Да И Попал Жесть Там ХП Нет Попал Я Пятым Кстати Пятым Я Попал О Вот Он Дорогой Ну Конечно Я Так И Понял Что Он Здесь Прибежит Сейчас Не Успел Я Варды Расставить Еще Так Вовремя Да Ладно Ладно Инвокер Почти Погиб Там Почти Печально Что Подроумили Я В принципе Не удивлен Что Подроумили Но Бывает Да То есть В моей Команде Очень часто Такое Бывает Что Меня Немного Подроумливают Так Что На каждом Гайде Если Гайд Потненький Да Так Вы знаете Сейчас Инвокер Придет Я Не Дам Ему Стоять Здесь Уже Типа Все Будем Сейчас Не Давать Ему Ничего Делать Инвокеру ТП Дает И Пацан Будет Стоять Афакат Тут Давайте Вот так Вот Примем Хорошо Сколько Стаков Я Прогулял Я Прогулял Сколько Стаков Накидал Не Суть Фармим Если Центральная То Будем Центре Стоять Как Делать Аз 5 Левел Едочек Прокачаем Будет Намного Интереснее Он Не Подойдет Теперь Так Нужно Сапог Взять Вообще С Артефактами Плохо Все Все Плохо 7 Стиков Да Опять Вежит Да ты Посмотри На него На этого Бх Раз Какой-то Что ж Меня У меня Так Душить А я На развороте Сыграю Хорошо Сюда Не знаю Как мне ХП Хватило Выжить На развороте Сыграю Пятый Пятый Сейчас Ребят Ребят Как мы Стоим В Центральном Мы Еще И Подром Левать Долж Ага Бх Бежит Боттл По-любому Надо будет Ребятки Брать Смотри Смотри Что Делает Бля Какой Вообще Нормальный Пацан Да У меня задача Инвокера Задушить И Ультимейт Хорошо Видели Что Бх Делает Сейчас Боттлик Нафармим Ребятки Нужен Боттл По-любому Тут И Надо Сентри Обновить Бх Су Витя Прибежал Вард Поставил Вообще Браконьер На Центральной Линии Мы сейчас Тоже Соберем Аганим Ребятки И Вообще Можно Через догон Играть На этом Персонаже Можно Через догон Можно Начали На Играть На Этот На Дизейбл Какой-то Плохо Что Я не добиваю Ничего Так Иди сюда Хорошо Четвертый Четвертый Пятый Надо Закинуть Глокер Еще Подошел Ох Хорошо Хорошо Ну почти На вставочку Как Шандарахнул Я Я Сейчас Дискорд Еще Могу Собрать Попробовать С Дискордом Вообще Покайфу Давайте Через Дискорд Мету Попробуем Если честно Давно Планировал Попробовать Если Ты накидываешь Дискорд Накидываешь Я Ты просто Бабахаешь Это Очень Бодренько Должно Произойти Так Сулкачер О Плюсуй Иду Брат Вот Вот Такие Вот Тиммейки Мне Нравится Оставляет Респект 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 Держи Тебе Еще Даю Хорош Вот Так Вот Вот Такая Вот Ребятки У нас Каточка Началась Правда С крипта Там Плохо 20 Крипиев Види Какая Суета Двоечка Хорошо Все Он Отошел Давайте Крипиться Спокойно А нет Подходит Если Ловит Еще Надо Кидать Еще Раз Ловит Умирает Оп Жесть Это Иридар Ловит Умирает Там Жесть Дамага 1000 урона Просто С 5 Пойзон Это Очень Давайте Возьмем Вот так Вот Крипстат Конечно Ребятки Нулевый Но В целом Компенсируем Фрагами 24 Крипа Хотя бы 40 Крипов Надо Сделать Хотя бы 40 У меня Еще Первая Катка Как обычно Разминочная И Вообще Добивать Не могу С каждым Годом Кстати Все тяжелее Тяжелее Мне становится Добивать Так что Думайте Опа Диспейлим Его Ты Че Браконьер А вот Ты Вот Еще Вот Так Вот Кинул Но Надо Еще Раз Кинуть И Взрывать Есть Хорошо Этого Туда Же Там Корешки Жесть Душат Я Буду Максить Второй Второй Очень Хороший Спа Ооо Еще Таракашки Застал Интересно Побакс Хорошо Есть Отлично Бх вообще Криса Хорошо Что даст И были Ребятки Бх вообще Криса Так Ну Крипов Вообще Нет У меня С этими Драками Метеоризм И закинул Задушил Ща Бх Сюда Наверное Пробежит Ладно Так Гол за Тарчик Нажим Нужно Сейчас Вардике Поставить Так Рунка Успеваю По идее Бх Внизу Очень Бх Кстати Активный Он Гриф Будет Делать С кайфом Сделаю Сейчас Мы тут Эти Артефакты Так Давайте Чем Не нужно Блин Давайте ТП Сначала Сделаем Ну Поздновато Да Уже Это Это Этот Готов С Ультимейта Умрет Отходим Я раскачал второй Чтобы можно было шотать Так И Гоу Это На базу И Сейчас Уже Есть Дискорд Сейчас Дискорд Нам Попробуем Делать Веселые Дела Увидел Что Руна Реснулась На топе Так Забыл За таймингами Вообще Не слежу Так И Будем Подроумливать Чуть 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 Так Берем Сейчас Опс Сентри Сначала Поставим Сентри Апсерв Закинем Ему на ХГ Есть Хорошо Немного Помогает Мне Наруби Анасасин Подфармливать Хорошо Куры Закупили ВТФ Уже Что С курой Ставим Сюда Пуру Что-то Там Дропают По себе Затар Несет Но Надеюсь Мне Только Этот Искорд Летит Хорошо Чуть Чуть Подфармливаем Так Искорд Себе Реюзаем Даст У нас Есть Так Вот Делаем Сразу Поднакинем Ему Злой Злой Поленницы Интересно Как Шандарах Этот Попадет Не попал Печально Если бы Пятым Попал Скорее Смерть Была бы Но Это так Глупо На самом деле Бежать Потому что Знаешь Что там Быхающе Потом Будет Проблематично Я Скорее Сейчас Могу Отъехать Так Делаем Ну Накидываем Отходим Мансин Давай Давай Пятым Попадаю Должен Умереть Жесть Столько Дамаги Пятым Попадаю Убиваю Хорошо А через Дискорд Круто Давайте Пойнт Бустер Купим Ваганим Пойдем Ваганим Пойдем Центральный Шедешка Через Дискорд Получается Так Бхшник Вообще По лесу Давайте Еще Пройдемся Кто у нас Лес Фармит Марита Какая Нить Может Аганим Сейчас Сделаем Кпшку Форстав Дагерочек Бокер На топе Хорошо Нету Никого Давайте Возвращаемся На центральную Подкрепиться Сами придут Тогда Жалко Что ТПшки Нету У меня Дасты Забивают Слот Телепортации ТПшка Забивается Пока Катка Идет Ровно Даже Интересно Столько Взрывов Сделали Уже Яда Жесть 40 крипов Конечно Это очень Мало Ребятки Но Компенсируем Фрагами Вроде Как Не очень Пока Когда мало Фрагов Знаете Ой Мало Крипов В меду Потому что Как бы Золото Начальной стадии Оно Очень сильно Решает Поэтому Как-то Нужно Так Так Хорошо Подождем Руну Наверное Давайте Возьмем Пару Вардов Для леса Так как Мы тут В принципе Должны были Быть Четверкой Я И Тоже И разделю То есть Мы сейчас Играем На двойке В целом Через Центральную Ну а Как Четверка Тоже Будем Подыгрывать Придется Сейчас Дрогнуть Артефакты И Пойдем Почуть Там Подвардим Тут Подвардим Там Подвардим Тут Подвардим О Бхш Хорошо Я Закидываю Ему Кнопки Эх Сюда Нормально Кстати Я так Через Ренжу Гоу Сейчас Вард Еще Поставим Так А мне Маны Не дали Да Дал Вроде Да Хорошо Вот сюда Вард Пойдем Гоу Спорт Есть Можно Поесть Все Я накинул Там Второй Ему Два Яда Там Три Яда Хватает Ему ВХ Пришел ВХ Пришел Так Так Хорошо Продолжаем Задушивать Ля Там Кто-то Афакашно Ясно Портретка Печально Отстань ты от меня Что ты хочешь Крип страшный Все Взорвись Так Давайте Знаете Что Сделаем Тогда Сейчас Постараемся Апнуть Какие-то Артефакты На На этот На мобильность Чтобы можно было Поддушивать еще сильнее Вообще Я очень хочу Трэвел Потому что Сапог И ТПшечка Очень тяжело Так сказать Объединять У меня К сожалению Очень много Активных Расходников Которые нужно Употреблять В игровом процессе Именно Варды Дасты И прочая тема Поэтому Я думаю Сейчас Мы что-то Сделаем Такое Трэвел Наверное И с трэвелами Будем всегда С командой И надо Отпушивать Я так Смотрю Там Руф Еще Руф Тоже Фермерский Давайте Еще тут Вардик Кнем Дефолтные Варды Растаем На топе Очень много Фарма У нас Снизу Суетятся Ребята Давайте Сейчас На топе Зафармимся Скорее Сего Задефим Не зафармим Возьмем Трэвел С ребятками Двигаться Будем Так Хорошо Ядом Дебил Ядом Дебил Ядом Дебил Хорошо В общем ШД В принципе Ридар Он не Тяжелый Герой Ребятки Просто Нужно Пытаться Вот знаете Вот Четыре Накинули Стака Пятый Стак Стопроцентно Вот основная Его задача Это вот такая Вот тема Так А давайте Еще Дасты Купим Что ли Хорошо Илюзия Сейчас по топу Так и отправим Пусть они там Пушают Что хотят Делают Тастики у нас Есть Да Отлично Ребята Там что-то Наглеет Очень сильно Надо Все Хотки Даст А блин Подзадрочить А то Постоянно От руки Покупаю Неудобно Ля Они там С вами Душат Красавчики Честно Даже и не думал Что через Центральную Пойду Ребят Эту катку Потому что Войт Когда сказал Я иду Центр Типа Я тогда уже Все понял Что будет ГГ Походу Если он Пойдет Что-то Ребята Там люто Душат Да Я тогда Останусь Т2 Хорошо Так вот Делаем Хорошо Отлично Все Надо уходить Мне кажется Гог Центральную Центральную Тревел есть Сейчас Аганим Поднимем Вообще Аганим Думал Там Мартретка А видимо Уже Нет Видимо Уже Нет Говорится Фармим На Мидере Фармить Не обязательно Ребятки Кстати Да Желательно С командой Драться О Наступит Такой Момент Когда Вы не сможете Тянуть Драки Из-за Фейлов Из-за Ошибок И То что Ты мог Выформить Ты не будешь Иметь Из драк Так что Я иногда Придерживаюсь Такого Что если Там Топ Тауэр Там Страдает Нужно Там Задефить Нужно Задефить Если там Допустим Тауэр Какой-то Страдает Но это Парой Чревато Потому что Когда вы Уходите На деф Минус Один Игрок Это Понятно Но В целом О Руф Смотрите Что Имеет Руф Имеет Ага Варст И да Походу Вот Он Где-то Деревце Поставил Вот Еще Висит Топорик Надо Будет Брать И ломать Руф Будет До Конца Душить Тут Катку Понимаю Руф До Конца Будет Душить Катку Реша Делает Ходит Топорик Взять Какой-то Я Огоним Буду Делать Так Огоним Будет Что-то Он Знает Ага Бх Трек Щекину Опа Сюда Не Убьешь Я Ему Еще Дискорд Кинул Сейчас Ударит Вообще Там Страшно Мяг Не Убила Жалко Теперь Уйти Нет Не души Пожалуйста Ребята Помогите Он бежит За мной Он Браконьер Нет Пожалуйста Помогите Помогите Спасибо Жесть Вот это Да Там Сейчас Санстрайк Залетел Жас Так Так Рупа Так И не забрал Я Кстати Рупа Так И не забрал Только На базу Надо Дасты Взять Давайте А Дасты Есть Все Хорошо Все Хорошо Руп Конечно Будет Солить В лейтгейме Вот Сюда Хорошо Тп Юзается Начальной стадии Конечно Дискорд Да Сейчас Как-то Ну Рупа Там Рупа Хрен Пробьешь Сам По себе Плотный Герой Тоже Плотный Тем Что Магии Его Тяжело Брать Именно На Этой Стадии Игры Когда К сожалению Нет Ничего Особо Никакого Урона ПХ Конечно Там Криса Щета ПХ Конечно Крис У меня Почти Аганим Есть Уже С Аганим Будем Прям Уничтожать Раскидывать Туда Сюда Ультимейт Будем Дедзейблить Так Гог Ребят Кам Да Наверное Кто Тэппу Это ужас Какой-то Они Если Так Будут Стоять Мы Не Зайдем К ним Мы Так К ним Не Зайдем Даст Ты Наюзал Я Че Толку Таст Нет Вы Держитесь Нет Увижен Я По Низу Пойду Нам Нужно Будет Гем Сейчас Брать Я Сейчас Возьму Аганим И Возьму Гем Будет Нормально У них В лесу Варды Стоят Варды Вот Рупа Это Плохо Это Плохо В принципе Фановый Гейминг Закончился Сейчас Начинается Вот Это Проблемная Игра Еще И Ливер Там Сейчас Артефакты Полезут Проблемная Канка Пойдет Сюда Я Не буду Пушить Блага Ним Добивать Хорошо О Двоих Не добью Криворукость В этой катке Зашкаливает Но сотка Крипов Есть Вообще 120 Крипов На 20 Минуте Должно Быть Это Так Ну В среднем Средний КС 120 Крипов В сапе Наверное Катку Будем играть Через Грифсы Ребятки И Я не знаю Если честно Как на выходе Будет Все это Смотреться Надеюсь Будет Интересно Начально Ру Доковырялся Просто Ничего Не могу Сделать Просто Доковырялся Вот Он Невозможно И не убили Никого Птф У меня Забрали Еще Истрик Сколько Золота У меня 700 Золота Сняли У меня Было По-моему 800 600 Золота 500 400 Погате Утреент Да Печально Дасты Не носят Ребята Руф Вообще Пофиг Ему Он зашел И начинает Убивать Я даже Не успеваю Чина стакать Печально Ладно Будем потеть Годасты Возьмем Продадим Продадим Сейчас Короче Боттл Он нам уже Не нужен Нам уже Не нужен Боттл Не камбэк Но там Я думаю Руф Там вроде Какой-то Соображающий Эти Баварда Возьмем Надо было Руф Все кнопки Давать Он меня Бил Стоял Сейчас У Руфа Октарины Там Аганимы Хорошо Так Есть Да Есть Аганим Дасты Есть Сейчас 16000 Стреки Сейчас Заберут И начнется Веселье Веселье Не знаю Может мне Топорик взять Потому что Руф Поставил Деревья Невозможно Сейчас Начнется Просто Лютая Давка С Ультимейта С Ультимейта Так Есть Аганим Да Хорошо Гем Сейчас Надо будет Брать И я Наверное Топорик Возьму Вместо Варда Везде Вон Стоят Глазочки Надо Снимать Глазочки Надо Снимать Вон Еще Тоже Хорошо Это Наш Клиент Ой-ой-ой Ой-ой-ой Подсейвим Чуть Чуть Давай-давай Не забрал Гем Нужен Но Топ Дефит Этот Не Дефит На Войде Странный Войдик У нас Тоже Но Я Сейчас Гем Возьму И топорик Ребятки Тут Неварик По-другому Гем Возьму И топорик Надо Хорошо Гон на базу Берем Гем Ну Чтобы Тактически Выигрывать Катку Вот Надо Вот Это Все Пресекать Видите Расставил Фарм Корни Сейчас Займемся Девардингом Против Руфа Будем Адаптироваться Так сказать По Геймплею Сходя Из-за Понятов Как Ребята Играют Будем Сейчас Пытаться Перебивать Топорик Берем И погнали Топорик И погнали На низ Пойдем Заряды Очень быстро КД Погнали Хорошо Я вовремя Ребята Фраги Позабирали Мне сейчас страшно Мы как бы тут Семи сапом Играем Ребятки В принципе Семи сапом Можно Хорошо Го Туда На Семи сапе Можно Как Четверка Пуш Пуш Я попробую Сейчас варды Поснимать Эти все Курочкой Надо Наверное Светить Будет Намного Проще Снимать Курочкой Подсвечивать И Душить Потом Снайпер Фармит О Секретный Вард Вот еще Секретный Руф Да Шаристый Шаристый Руф Так У меня Уже Три Заряда Есть Есть Как Они Быстро Кд Очень Быстро Кд Так Делаем Умрят Сульты По идее Или Нет Надо Еще Заряд Дать Да Что Ты Будешь Делать Вот Кстати Да Могу Немного Бойзоном Чекать Хорошо Все деревья Попорубил Я тут Я лесничок Чисто Она меня Дракинул Так Мой гем Нельзя Вообще Выбивать Отчеты Где Выйдите Помогите Мне Что за Хрень Я понял Это ГГ Гем Отдали Вы Блин Вы Че Где Гем Заберите Пипец Вообще Че Делают Моя команда Вообще Не понимаю Рув Приходит Все Забирают Вообще Рядом Же Были Все Все Рядом Были Он Клок Тоже Боится Вот Это Проблема Когда Играю Блин На таких Героях Которые Выигрывают Раннюю Стадию А потом Очень Тяжело Но у меня Тоже Билд Видите Я собрал Аганим А ультимати Только Душить Хорош Заберет Красавчик Гем Базу Давайте Сейчас Что-то Какой-то Даггер Купим Очень Тяжело Че-то Не Получается Не могу Раскастовывать Своим Персонажем Нормально Надо На БХ Прям Несколько Зарядов Закинуть И Под Дискордом Что Делать Единственное У меня Сейчас Два Слота Забито Нужно Топориком Рубить Все дела И Вардить Надо Жесть На Меня Тут Звалили Я Тут Пул Пятерка Короче Давай Гем Гем Дай Гем Дай 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 Вещи Пожалуйста Не успею Этп Холсон Вот пока У меня мозги Компансировал Этот чел На Мерубе Токсики В команде С такими Токсиками Вообще Не кайф Играть Дайгер Нужен Но У меня Вот Извините Из-за Этого Очень тяжело Сейчас Будет Что-то Делать Надо Там Завардить Там Срубить Какое дерево Вот это Это же Сейчас Ходить Ходить Проблематично Будет Тут Тоже Есть Наверное Руб Везде Понас Ставил Эти Глаза Очень Тяжко Меруб Сейчас Умрет Тяжко Тяжко на сюда и бх можем я не догоняю его правда хорошо потненько ребятки потненько но прям слов нет так погнали завардимся вот сюда сейчас днем и нужно снимать топориком топориком братцы хорошо есть где глазочки есть глазочек нет глазочков нет глазочек нет глазочки есть глазочек нет так и сюда он глазочек видел сейчас тут по найдемся и сюда хорошо так видим давай вот этого кидаем у кнопки сейчас умрет уже хорошо астральчик не успел и кнопку нажать чайка пойдет блин как же люто он дизейблит этот перри дар если вот рили с этим астралами это очень много дамаги ребят так давайте вот так вот сделаем у нас маной конечно из-за уржей проблема проблемы за фуржей с маной я пойду на базу схожу нужно будет сейчас дополнительный артефакт забрать но видите мне как топорик нужно чтобы снимать просто никто с нашей команды снимать не будет этому проблемы знаете какой еще надо всегда дерево рубить даже если там возможно нету глазочка вот это вот это дерево это скрытное дерево его не видно даже если туда там глазочек поставить это давайте на рунок поставим гандарю сварбик так 2 400 у меня я погнал на базу схожу есть у меня дополнительный слот какой тут слот желательно еще можно будет сделать в принципе смотрите игра я единственный тут сап получается четверка я бы сюда не знаю что нибудь на реген даже какой-нибудь блин даже какой-нибудь линка на линка виде баунти хантер линку сбивает проблема серьезненькая какой-нибудь грипс вообще тут зашел бы еще дополнительно чтобы снимать рук погиблый пока не знаю очень что-то нужно на реген прям вообще по кайфу еще сюда не крачи зашли бы и короче очень хорошо зашли бы некры чтобы detection еще иметь чтобы гем потом можно было скинуть все бери так у меня уже три заряда есть они очень быстро к дешится прям ужас over быстро нету ничего хорошо могу я скорее всего кнопочки даешь хорошо сюда но мы тут мы не есть мы не туда зашли это поворот не туда на самом деле сейчас эта ситуация и ул сделать давайте кстати ул сделаем что-то почему-то сразу не подумал и ул прям это вот отлично тут зайдет потому что тут у нас и бх инвокер и прям его хорошо зайдет для там они дерутся что ли вот психи а этот воин для как у меня лагает ужас как же жестко лагает не знаю это это наверное компуктерные лаги ребят это жесть и лайк компуктерные просадки фпсов так и ул хорошо ну-ка свернусь и зайду нормально будет свернулся зашел а инвокер до свидания да если инвокер выходит это гг это уже гг это уже гг для у меня лагать начала очень дико резко печалька и причем даже смотрите фпс в 30 . упал что-то странное очень происходит что-то непонятные ребятки и понятно фпс просто в 30 упал странно а карта хорошая только не хватает такого вот этого флоу да очень странно очень странно почему 30 фпс упал печально печальненько ребят так ну и клоп у нас выходит а я вынужден с такими артами ходить но и ул сейчас я возьму себе и ул причем резко заметили идет идет игра раз все лаги пошли фпс упал я так думаю сейчас так и будет игра продолжаться с таким фпсом не знаю дискорд кстати поменяем дискорд уже свою актуальность принципе потерял я думаю думаю потерял уже дискорд под конец не забывайте накидывать начальной стадии прям очень любого зайдет очень люто наверное дискорд поменяем возьмем не крачей либо даггер диспейл есть даггер возьмем скорее всего потому что есть у нас и ул сейчас диспейл можно было и улице отпрыгивать ладно минус клок да что-то у меня не то с фпсом гулять начал там люто люто гулять начал фпс что-то произошло что-то не так наших краях что-то не так так ребятки давайте я вас немного поспамлю вы не прочь может латишь я латнул если вы не видите не мои проблемы хорошо тот золотых отлично давайте даггер блин опять-таки дискорд час на даггер менять нецелесообразно жести лаги прошли не понимаю чем прикол так чё у нас тут есть деревья есть а если найду и ул есть зато и ул есть друг наша лиса колотит по-любому давайте прочекаем может он по нашим лесам ходит вообще сейчас срубил он меня уже увидел по-любому как я зашел сюда в лес он фармит наш леса кнопками сейчас мы помешаем давайте раздевардим лес наш наш лес раздевардим дробит антихак систем да что ж с этой игрой не так такая хорошая игра и так сливается это ужас вот этот таган да походу у него софт какой-то потому что лагал лакхак возможно ребятки был блин и чё теперь вот этот 3 2 на 5 или на сколько игра 3 на 4 блин вот это только не 3 на 4 на гайд заливать ужас какой-то в любом случае катки 3 наверно будет не знаю тут хорошая в принципе интересная игра побегать можно жалко что так сделаем успел я успел эти поливать что делать поливаем и кушим сейчас он урон все равно получить а руфе куда у меня еще зарядник дорогой есть да мой хорошо дискорд накинулась и там давай хоть и хорошо пойдет пока что о бейте его нафиг и вот этого туда же а кончились заряды не успел и сообразить сейчас сашка будет под этот я умер все равно я зачем я туда пошел если честно я что-то перегазовал ребят отлично все этот все в стенке ходит заходит лаги у него говорит в голове подлагал да немножко парень головой подлагал ребятки я давал лаги у меня знаете как говорит этот огур понял блин ребят не знаю сомнительные 41 минута игры честно какая-то непонятная лютая суета происходит давайте я сейчас докуплю даггер в принципе наверное ставлю эту игру видите по любому лакхак у пацана он врубил лакхак и его дропнуло вот вот этот таган 90 запомните его ник он врубил лакхак его дропнуло то есть ай кап лаунчер работает эта катка будет у нас так сказать такой показательной каткой как вот такие вот челики дропаются так что те следующие кто будет юзать лакхаки всякие будут улетать сразу да емчик брат наши шире опа сари как умею я нашу доту я учился нашу доту мне бы сейчас дай дай гем дай гем полузы пили бы бой вы бойтера сейчас не хочет гем давать мне игнорирует просто так ладно две тэшки сломали единственный минус что вот этот не оповещается немного ультимейт когда он допустим знаете нету заряда гем далее джи джи ну гг ребятки катка гг но увидели как против руфа сыграть можно и я думаю тут нужно доламывать просто эту игру потому что уже все вышли в принципе давайте доломаем так сказать пусть это будет разминочная каточка на сегодняшний день на сегодняшний гайд здесь есть демонстрация как играть против руфа причем нормального руфа парень старался делал вещи как стоять меду когда тебя подроумили потом далее что у нас тут видеться еще и ульчик против инвокера торнадо давайте накидаем ему сейчас сейчас смотрите как его там залетает жесть целом катка получилась такая энергичная энергичная давайте сейчас пойдем next его и я наверно все таки три игры будет в гайде у нас здесь это двойка и четверка еще одну к точку в четверочке и в двоечке тут билд у нас был такой знаете среднее что-то четверка двойка что-то непонятное потому что у нас сапа нету и попытались как-то под команду подстраиваться но и в целом вроде неплохо получилось вроде есть на что посмотреть погнали next его ребята загрузилась каточка у нас загрузилась родимая эридара берем даже фп все равно мы саппорты мы четверки мы сегодня идем на четверочки поехала даже фп-шки let's go let's go let's go фп-шка четвертая позиция 4 поз пишем ребятки четвертая позиция ой смотрите что взяли как будто знал да тяжело будет тяжело но будем разносить палку угна контрит угна контрит очень сильно контрит но мы справимся я тоже я тоже хорошо солен сера сейчас дали на тяжело бы тяжело ребята справимся справимся сейчас возьмем кур и ребятам купим чего-нибудь купим и пойдем будем играть наверное тут астрально наверное 13 потому что я постараюсь тут подробливать теник еще команде есть тенику будем подробливать уметь уметь брони стрим брони стрим не знаю чем он говорит забавно блин четверка ребятки сейчас поиграем четверочки и крайнюю каточку возможно через центральную поиграем если честно хочется чтобы каточка была лучше чем было прошлое сейчас будем на сейчас уже не будет гемов не будет топориков сейчас будет goals я уже вижу стопроцентный goals потом возможно какой-то форста посмотрим сейчас на четверки как оформлять но аганим конечно же будет в любом случае через аганим кайф играть три цели можно сразу замедлить жестко блин так хотел бы написать плауер тв у него ник а ты тв тоже там стример да я подписчик твой интересно вот так вот кор или че бери лейта лейта бери хорошо но очень тяжелый виктор сайлансер это сало антимаг это антимаг логично жесть жесть с пустой головой на горячую руку в печку не лезут до с пустой головой на горячую руку печку не лезут так ну что хороша цешка вешка давайте вот так вот сделаем погнали вот такой билдик ребят очки и дорогие польза на сейчас на пользу на очень хочется максить очень хочется максить прям по кайфу 4 левел очень сильно выносит очень сильно войду фарм даем войд фарм даю крипся войду отдадим фарм сами на стаках постараемся сруби три дерева сруби вот тут вот раз два три вот вот эти вот вот и вот это и вот это и вот это и вот это три 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 все с п с п с гору ну вот так то да хорошо хорошо классно что яд на первом левеле даже 300 урона несет но можно даже на руне фбшки делать на нем в любом случае гау качаем если будет драка я подерусь так пуг на палку поставил да интересно кто тут будет кто тут будет можно размениваться накидывать и в целом все будет огонем перей руну ребята драться собрались такие да я тоже может поучаствую тазлинги там страдают хорошо угна а где пугна позадрачиваем у меня сейчас видеть не будет и чё и чё оп сюда скелетик сюда сюда скелетик домой давайте сапожок сейчас купим раз так пошло есть фражочек значит сапожочек новой фразы боязес накачай пресс там езда у я щас так на сейчас даблой да потом одну пачку крипов заберу отлично вообще слушайте шикарно шикарно шикарненько папа дочек боковом куком дозлинг ерс бруйкерович тяжело конечно да спорю рожь на маги очень много так астральчик сейчас крип оттолкнуться от товара экспо отдаем пацану рипа товара толкнуться го подстакивать по чуть желательно крипов не цеплять желательно дозлингу 3 уже накидал 4 началька я принимаю этот вызов хорош хорош хорошо да зал походу неопытный там немножко и понимаете серьезности ситуации так но мне нужен сапог hill монеточка есть кстати даже сала сам стаки могу забирать себе подстакивать большие кэмпы даже настакивать третьим и душить сапог надо давайте сделаем вот так вот хорошо куру себе запулили сейчас отведем от вот делаю делаю отвод на на x пачку крипов раз приедемся крипа сейчас держит крипов нормально будет пойдет вот хорошо зале двойной тем более сразу две пачки крипов верни одну пачку крипов уничтожим сразу лайпсис хорошо так пацани работаем гг гг говорит я тут отвод делаю он говорит гг гг говорит а xp куда шойда под тавром гг гг это гг она из гг до дазлинга разлом хорош при бы там пачка крипов забрали крип и забрали пачку крипов о ящик аку забрал 0 и на на самом деле вообще неправильно сейчас делает ну такое себе то есть я получается и без фарма остаюсь и воин без фарма остается зато забрали одного саппорта честно мне кажется это не целесообразно как-то неправильно немножко так мне кажется или немножко неправильно хорошо давайте тут еще стакнем кстати можно еще и большой км подстак и давайте если же саппортим то саппортить по максимуму как можно подставить на этих я уже не стак вот этих стакан большой км стакну смотри пугна побежал куда хил накидает накидаю сейчас хорош хорошо давайте попробуем гангануть его чуть ману зарегеним постоим а пока если можно пойти убить опа хилочек ваш палочка палочка хорошо хилочек палочки давайте на топ сбегаем тогда ли нога ли на сейчас драка выда вода зуб пришел еще понял 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 я случайно пей нажал кнопки что-то дудос какой-то да пацаны вот там сам справляется москере хороший но я суету навожу но толку от меня тут нету на этой линии мне нужно войду помогать я руна пойду за контрю и уйду фигней на самом деле сейчас занимаюсь типа я думал сейчас пацаны дождутся но немножко не дождались труну забирают да хорошо пока что бесхозно бегаем на самом деле бесхозно идем на низ возвращаемся давайте возьмем расходник тп-шка есть партих один куда что тени ты бы хоть сказал бы поэкспис на минуту чуть-чуть на топе фидеры гудбай фидерс давайте поэкспис осмотрите и ник отошел гнаха 100 нифига ты блюда когда ты мощный пацан так как бы к слову ты меня не забираешь никак хорош перенервничал пацан дай мне 5 левел я ушел 5 левел я ушел 5 левел я ушел все хорошо давайте здесь подвар дим наверно подвар дим потерялся я по игре войду при фарма ставил войда вроде все нормально а вопросов нет шо там ушой да попробуем они добил не будем пушить линии ему наоборот постараемся отбить и там ребята на топе дерутся надо им помогать они же блин хреново дерутся я даже не знаю как я там буду подстакивать просто я сейчас попробую линию отпушить обратно войду войд стаки пошел фармить тогда я тут не буду сильно пушить я просто буду добивать то что он не добивал бы и все если вы играете на сапе не пушки линию вот вот если войд вот это не забирает я просто аккуратно ставил ласт хитча то есть это правильно сейчас сделаем аркану постараемся выйти в грифс сейчас кстати 6 левел я забираю то что он бы не забрал линию я стараюсь не пушить партам бмб что там происходит гул бабушка помоги помоги делать будем сейчас и закрою его только не меня кида кинь кого-нибудь другого хорошо отлично четко качественно погранично два стака не убьет там никак ладно пойдет поработали поработали немножко слушайте тут что у нас магического много до магия есть магия есть мх алина ясно а чё там где задушила на его как задушила я не виделся честно по картам и чё чё смотрите что тут магия есть в есть вот этот персонаж центре ну можно тут попробовать короче через глимер сыграть я думаю чего бы и нет так есть у нас ультимейт что твой нифига себе там скилл уха воеда давай еще перри армлеть гениально вот это шойды пацаны армлет гамме сюда иди вот это я понимаю шой она это заспамливаю просто задушиваю твой крипи лоб жесть хорош же есть пойдем подстакивать так ним так вот этих тут так просто проходим они заагрятся здесь через деревья и этих сюда стараемся так как ребятам все активно активно пацаны пошли лобалочка активно гау ивна мы активные пацаны да и закину да не дает прикинь какого левела она у тебя интересно это срань хорош но хоть он не расходники сбил в целом ему гг по-любому пойди успеваю хорошо пойдет переигрываем чуть-чуть давайте вардики купим блин очень хочется к лаку взять я возьму два вардика гу и в принципе солка чар хорошо заходит давайте солка чар качать как прошлый поля у нас тени есть и не подбегает после астрала там под солка чаром просто же есть я так смотрю некоторые недооценивают вообще эридара потому что типа вон сало сейчас типа такой о чем делает у него там не урона ничего нету типа он ничем не не сделает сейчас а вон в итоге сдох кстати на икса этот смогу изи контролить изи против вард немного в лесочек поставим поставим наглый вода это так прочек нету никого до вот здесь до сюда достает вижен я по идее не спалился но вартам поставил сентри сразу сентри принес смысл смысл куда пойдешь после этого сейчас мы его тут накажем глобальных сыра души его хорошо за вард наказали пацана отлично давайте возьмем вот так туда погнали за вард пацана наказали странно что он сразу пошел снял может у него были какие-то догадки что там вард и полина его как-то убила так но вы сами видите как я переиграл их четверку сайлансера но у меня левел повыше и кнопки посильнее я считаю это даже без яда я его убил сейчас очень много урона наносит давайте тогда имба вард вот сюда поставим чтобы не было никаких проблем надеюсь меня тут сейчас не будут убивать вот сюда ткнем хорошо чтобы было видно подход цари 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 это кто лайфстиллер и бежит так он до талого собрался до потолова в стиле я замедлил через бкб один стак он снял себя на фигасе ты псих он я от себя снял только что я так понял рейджем крисом вот криса не стыдно ему интересно узнать на бкб куда накидывать накидывать накиданчики но снял за диспейлил я то странно что знаете в доте некоторые способности они вроде знаете типа вот то есть я накидываю статуса нету но скидывается этими там допустим вот юзанием бкб вот как вот сейчас как я на теории объяснял что типа ну на бкб шку работать не будет но настакивается а почему тогда настакивается это тоже очень интересно так у нас пример есть первый артефакт глимер сделаем пусть буду пусть буду на бедняга у меня левел выше чем у мидера сейчас попробуем если тут сейчас пойдет убивайте будем с отрицари балк стоит уже страшно вырубай не надо пожалуйста они там знали что я тут так войда я подставки валвой брат мы тебе стаки есть саппорт вроде чуть-чуть что-то сделал правильно хоть и не сильно но почуть брат тебе стаков есть немножко хорош и этих этих крипов не толкаем забираем и забираем только то чтобы войд что войд не забрал бы и все пусть силой и наоборот стараемся подпушить line к нему к нашей линии войну все вот это правильный саппортинг мх там правильный вард брат какой мх вот line походу не хочет фармит ребят смотрите я просто стою крип и кушат я к табору подводить будет line так глимер у меня имеется форм хорошо солка черт 54 вернее в 5 куда же я взял за рамки доты вышел ну вот как видите я без вреда своему керри в принципе без вреда потому что я фармил то что он не забирал бы и line ему вернул он сейчас тут по фармит лес порезается ой-ой-ой не уеха слоям дал офисуру промахнулся брата так сделаю да попал я не могу ничего юзать учет да господи с этой палкой не могу ничего делать из-за палки вообще ничего не смог сделать в этой драки даже не под сейвить ну я по крайней мере там салка чара раскинул ребята прибыл сделаем тебя им хаотини же есть я чуть не сдох с палки просто не сдох с палки ужас я у мидера руду забрала я им пашку дам тебе пашку дам подстакаю еще хорошо спасибо вот так вот договорились давайте давайте стакать пацаны хорошо подстакали чуть-чуть вот сюда давайте попробуем сделать мекку все-таки нужен какой-то отхил еще дополнительный правда я долго буду делать ребята видите дерутся убивают всех а я как-то знаете в сторонке больше стою с мака за юзаю наверно часто пахнусь мака за и за куда не пробежишь 20 минут к сожалению пока но я фул я фул сап получается я в пятерка ребят извините что приходится пятерку стримить а как стримить гайд гайд это не стрим это запись по сути приходится такие катки не знаю кому то интересно мне лично не особо интересно такие игры играть потому что как бы ну с одной стороны прикольно да с другой стороны айна екса туда же я крипа сюда хорош а мы и сам даггер блин страшно так пацаны делаем можно работать можно знаете как делать находить кого-то подбезаемливать и не будет приходить забирать давай вот так вот выйду вот здесь вот линка нём будет тут кто-нибудь нету никого да плохо здесь гаэм ха включим опа вон смотрите мха маленький бегает м м фонок мышонок типа дам типа м фонок я не буду астралились и шаглана лобалка есть но мне кажется движим есть да у них тут опса центре так ну что время разводить додумался прикинь еще надо драться за вижу надо у меня почти глимер откатился почти печалька если кто-то по вардингу помогал мне жаль посмотрите все одеты один я как бомж бегаю один я как бомж на четверки печально давайте фул короче даблкил бла два стрика пацаны забрали просто с них покатка будет интересно наверное чё по вардам нету да ну туда в глубокую я сейчас не пойду глубокую я не пойду так вот тут забрал бы вот здесь подставка ним для войдика вот так имеет посмотреть его войда сколько базы мол там яша как будто 83 но вот это кстати очень тоже кстати баланс на тем что он м с свой добавляет файзами прям круто выглядит файзы яши так но тут я не стакнул по моему да вот тут точно стакну хорошо не стакнул лес про стакал я лес про стакал го поможем ребятам радио здесь вард поставим там в тупую вард ставить не будем потому что сниму сразу здесь вот так днем оп смотри как у меня пуге рудге пуге да я так мягко конечно к 90 создам ну то есть грибс то есть уже как бы время смотрите 23 давай давай брат работай мой какой хук ясно ясно путь для него поставил вартам хуком не попал я сдох ладно я саппорт я саппорт как можно было не попасть там хуком я не поняла помогите ему ой да задушит вот так вот пацаны так вот только в стороне будем теперь вот нагадка пошла у меня по крайней мере слоты получше чем у этого все еще соло убью ярну просто 5 кидаю он умирает крест кинул но я живу еще есть должен умереть тысяч они не умрет хорошо это мекка даже я не не зря сдох стрик забрал сколько радости в моих глазах но меня задушили такие сапы она того стоило от стопа булли забрали он наверно такой чё как я обычно делаю чё как это я типа умер а мои ребята пришли разнесли без веса это там в юле это там оси хорошо на саппортах играть ничего не делаешь и выигрыш кайф удовольствие но я тут не хочу full 5 пацаны помогите 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 по сапу не хочу full 5 я же еще и грозное оружие у пятеркой заставляете пацаны мх рулит да если убивает саппорт он говорит про мх бро тебя сап убил это жесть мх рулит говорит тебя сап убил мх рулит так есть мека о в ноге его попробуем подвардить там мека есть жалко вижена нету вижена нету ребят мх рулит фейк вот тут будет сейчас лайфстиллер бой помогает до пройти красавчик он скелетрончик бегает я тут с огнем играясь на самом деле стою один в это шал жалко опять снял пусть давай мх юзы вот здесь становись мх юзы мх юзать надо честно под вопросом тот очень хорошо зайдет аганим и ей будет там куда полез удавой полез там страшно сариша делает с ясу закрою блин но тут минус хп щенку на влатине за сэйвить ладно сам сам себя сэйвить будет а можно пожалуйста не нива не башится так сильно ну ты чего а эти все тоже начали уходить блин какую мне позиционку держать чтобы я понимал что нужно делать каждый файт тоже не хочется видеть какой же это контент найк слишком много баша выписал этот застанил две с половиной я простоял и на x по таймингу продлил на x по таймингу продлил армлет . . армлет . . пошло дело вот это войн опасно еще страшно 83 гамме соск печалька печалька ребят видим но больше умирать нельзя я больше вообще подставляться не буду я тут не успел уже глимер накинуть но тут тяжело в одного саппорта у нас все коры все сильные пацаны и поэтому тяжело думать за всех имейки и все делать и вардить поэтому то что я не до контрива это простительно в любом случае я считаю потому что как-никак я тут один запен и все я успевать не могу если бы еще алина в подсейв какой-то собиралась тогда да может быть еще было бы получше на грифс нужен можно дофармить у принц угну я соло убью угну я соло убью мх рулит пацаны просто зашли давайте в арте в стандарт поставим порт вот сюда ткнем хорошо мха рулит но почти есть грифс м пошка вот так будет 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 так если что глимер астрал подкидываем ребята глимер астрал подкидываем ребята мы все все в толпе не стоим сзади стоим просто стоим сзади у собами ребят это пятерка тут не четверка даже даже не четвертый не знаю я если я короче стопроцентно зале ладно брат я вот так сделаю хорошо я щелли там нету добро же есть я еле еле живая просто с палки умираю почти с палки умер но золото немного я хапнул я куплю грифс наконец-то хорошо и аганим начинать делать чё мог делал что мог делал пацаник надо рошу дорож опять варты пошел снимать но надеюсь тот вард который я поставил нестандартный не снимут потому что vision нужен в раке давайте сейчас попробуем аганим очень сильно зайдет но вообще там видели как палка угны очень душит не могу ничего юзать очень сильно контрит так давайте вот сюда поставим наверно давайте сначала центре чтобы если что вдруг они тоже нестандартно мысль а тут парк поставили по тормолёк было хорошо я очень сильно линию толкнул это плохо алина поможет еще так есть но у меня в отличие от дозла все намного лучше 5 15 тазал пятерка и я пятерка 64 принципе у меня получше немножко я считаю как бы но все-таки все-таки гайдер да гайдер как это звучит серьезно я буду пуп земли как бог доты да как говорит бог доты ребята фидонят там оля обещанные кабанчики форсу бы сделать блин не яга не буду делать все я сказал форсу буду делать куки кидать на икса очень много ой-ой-ой хорошо я живой а все и нет наверно мы скорее все тоже умрет шойт прыгнул до потом спалок все умирают просто просто сфалок и спалок все умирают а икса а икс м а а жесть жесть 1040 сюда надо вместе просто а тяжелая катка и он манерные ребята в чате есть очень тяжело сейчас они там более слаженность и начинают давить пацаны сноу болит и сам рак и рак нет тирак нет тирак и сидят вот это варак реально поистине два рака на 3к птс сидят нет тирак нет тирак это смешно сейчас бы саппортить таким ребятам но ничего страшно это контент саппортим ребятам на 3к птс новая рубрика саппортим на 1к птс до забавно но на самом деле все дерьмо 56 фрагов у меня тут типа участие ну левейшие просто любишь в игре а че я так и не купил point booster до я-то не купил point booster даже там еса блин лотар я не знаю типа я на центре сейчас разорюсь нафиг дайте куру я пешком ты лотары там лопалки лотары войду бкб надо будет актуальность фарма потерял уже своего я перестал еще 100 к час медленнее фарма не так point booster есть из-за пугны ничего не могу юзать ребят запугны угна дает кнопки да там вообще меня разгрызают жесть нам нужно в зацеп какой-то играть он вард поставил кстати не стандартно стоит до сих пор если в зацеп будем играть будет огонь что в рошан да хорошо папа чекаем папа чекаем хорошо Рудген, начни, брат Попробуем сбить Хорошо, это драка наша, я думаю, уже Хорошо Брат, я помогу, не ссы, не ссы, твой саппорт рядом, дорогой Твой саппорт рядом Домой Твой саппорт рядом Твой саппорт рядом, брат Домой просто Попробуем сала на характере убить А че, сентри у тебя тут стоит? Ты че, офигел? А я вот так сделаю Хорош Сюда Вот так вот, пацаны, доту играем Ну, как раз в глип, отлично Хорошо Твой саппорт рядом, не ссы Гениально просто И минус центральная, плюс агоним Просто пушка Кайти Заказ у мадам, вот это да, сейчас будет О, этот меня тут саппорта убивает О, хороший А успею выжить? Я успел еще выжить О, я там еще кого-то и забрал Да вообще, слушайте, каточка изи получается, да? А гоним ей Сюда И вот так вот И смока Слушайте На самом деле сейчас хорошо В рожпит зашли Задушили Убили Все Сейчас еще три заряда Блин Пуржа Это жесть Найкс не будет отхиливаться Не будет Не будет Найкс отхиливаться ЕС не будет встанет Если в него закинуть Если тотемом он захочет Встанет Так что так вот Работаем Жесть У меня 20 левел Гвардиан Грейвс готовы И Лина еще Вместе Гоу Я ману дам Чпоньк Стой, Лина От Лина свинина, а Прюшка, стой Давай я тебе маны дам Оп, сюда Опасно, конечно, сейчас идти вот так сноуболом туда Не стоит, не стоит Там уже, там уже есть кто-то Это просто сейчас сможем сфидить Вот так сделаем Опа, тут кто-то есть Ну да, конечно Я так и понял, что меня сейчас убивать будут тут А вот сразу отойти, когда увидел, что смока Палим Свапорта нету рядом Вот здесь вард надо поставить Сюда надо Я виноват сейчас Максимально Мог как только пропал Нужно было отойти в сторону Либо ткнуть в центре Да ладно После драки Кулаками не машут Там меня просто старается сливать ЕС сразу Раз такой Опа, 12-10 ЕС играет Меня старается фокусить Вот сейчас этого загрызет Варда нет, он бы уже уходить начинал Опа, ТП дает кто-то А, свой дает Тык-тык Войт БКВ просрал что ли ГГ Нормально, топ ломают Топ пацаны сломают сейчас Качели, качели, ребятки Пошли Топ падает у них У ребят там ТПшки нету Ооо, пугни сразу минус Так нельзя выходить против этих браконьеров Так Сентри, обсерв, ТПшка Погнали Let's go Хорошо Ля там ЕСу Вообще пофиг Он дамаги там вообще не чувствует Мои коры просто засноуболили их и все ЕС байбэк Мои коры видели, как засноуболили их Жесть, 42 минуты игры Не скажу, что катка потная Но очень много действий Кстати, я меньше нафидил, чем мои коры Это хорошо Я думал, я и так много умер 9 на 6 Типа Ну пойдет Пойдет в целом Пойдет в целом Так, ну они без сапа остаются, да? Печально Дазл все равно что-то делал Видел хотя бы Годненько Что ж, ребята Да получается у нас Я две катки отсаппортил уже Ну как, одну получается Одна катка против МХшника С лакхаком И против Руфа, который хорошо делал Ну в принципе есть на что посмотреть Билды в принципе почти одинаковые получаются Да не, нифига, разные Типа тут у нас грифс Фулл саппинг Плюс Глимер еще И третья катка будет секретная И ее мы сыграем через другой билд, конечно же Через другие кнопочки Чтобы вам было интересно Чтобы было на что посмотреть Но опять-таки, видите, катка опять не сбалансирована Опять у нас Ливы И прочая всякая срань Так, ну я в лес не пойду соло У меня ничего на подсейф нету Даже гаста нету Гаста сюда не хватает, люто Хен, на ботл, говорит А ТПшка куда? Смотри, я только варп поставил Это шо там за найкс такие? Это шо там за найксы такие? Я выключил пассивку Пассивку выключил Сейчас еще раз выключу Нет, не выключу Гоу-гоу-гоу У меня что, заряды кончились? Заряды кончились, да? Я умер тут Эх, не криса Что-то драка вообще не очень У меня три заряда кончились Я вообще не обратил внимания У меня заряды, походу, кончились, да? А когда? Я не вкурил Я один раз только Я в найкса Ультанул, по-моему, один раз И все Найкса ультанул Если честно, знаете, что неудобно Периферическим зрением смотришь Это когда ты, допустим Ну, зрение доты Вы знаете, что такое зрение доты? И в целом Когда вы смотрите стрим Вы смотрите зрением человека Когда ты играешь Ты смотришь зрением доты То есть, когда Ты играешь У тебя зрение такое Когда ты смотришь У тебя зрение такое То есть, ты как бы Обширно Обширно Как бы смотришь И получается, что Сейчас я смотрю периферии Ну, просто обычным зрением То есть, ну, я Я сфокусирован на моем персонажа На модельке Найкса И периферии, смотри, что у меня есть ультимейт Отвратительно сделано, что не оповещает Что кончились заряды Я такой ГГ нажимаю постоянно И не пойму, почему не нажимается ультимейт А у меня там заряды кончились Там типа, ну, для того, чтобы обратить внимание Есть у тебя заряды или нет Эти квадратики, смотришь, маленькие, бессюнистые Блин, неужели я там разьюзал Так, давайте гасту купим Вообще жесть, невозможно С Найксом, Найкс, конечно, страшный аппарат Так, ребята, ну что По коням, по коням По коням Ехала Хорошо, да они сейчас зайдем изи, мне кажется Это же езекатка Езекатка По коням или по коням Как там, по коням, конь, да, конь Слово конь, по коням Короче Да побачили Э Леночка На Екса я поддизейблил Будем на Екса убивать Он там под амплификациями Жесть, я там дизейблю Души его, он там в дизейблах Ой-ой-ой Не души Давай еще амплификацию дам И сюда, и вот это вот туда же Хорошо Хорошо Прекрасно Просто Просто пушечно И там под дизейбл Найкс вообще ничего не может сделать Под эридаром Как вы только что видели Задушен Просто Задушен Задушен просто Просто задушен Сюда Ди-ди-ди Блин, не знаю, ребят Вроде или Вроде и интересно Ну и в принципе По саппортингу Я думаю Мы прошли здесь отлично Зафармили Вернее Застакали моему кору Кору Немного иногда подсейвили Соло Один как бы Подсапливал Но можно сказать Тут строгая пятерка была, ребят Не знаю Потому что всю игру вардил я Сколько я вардов за карту поставил Ну допустим Вот образно Где варды вообще? Я никогда Вот варды 6, 2, 44 0, 4, 22, 70 Сайленсер 70 взял Ну перевардил Перевардил Ну и у меня арты Ну Да, дороже арты вроде Чем у сала, да? Ну типа 44 варда Вот у меня 6 Войд взял 2 В принципе нормально Я считаю Как пятерка Я здесь отыграл Вот такая катка, ребятки Остается у нас Секретная каточка Третья И пойдем мы Через центральную Я надеюсь Две катки В сапа вам хватит Поставили вардики Погангали что-то Пороумили Первая катка Неинтересна Но я ее ставил За то, что там МХ-шник был Чтобы показать Насчет лакхака А эту катку Мы в принципе Я думаю Сделали нормально Войду фарм дали Дали Экспу дали Дали Не толкали Не толкали Правильный саппортинг Здесь Поехали Так, ребята Загрузилась у нас Каточка И значит Что сейчас Мы будем Душить Эридар Через центральную линию С помощью Дагона Будет у нас Юзаться Вы наверное Уже поняли Что в секретной катке Я вас никогда Не обездаю По контенту И сейчас Будет очень интересно Я надеюсь Катка зайдет на ура Все игры Которые я играю Сейчас на Эридаре Они заходят пушечно К сожалению Ребята Не выдерживают Такого натиска И Душатся Сейчас посмотрим Что нам Оппоненты Приготовят И посмотрим Как у нас Будет все В центральной Все в центральной Будет нормально Надеюсь Дай Я просил Мид Брат Мне для Видео Надо Иди Низ Ползо Мид Поможем Руну Забрать Давайте договоримся С алхимиком Что я написал Что на центральной Мне надо Центр Эти Центр Эти Иншолкер Я на муке Пацан такой Я на муке Пацаны Как будто Меня вообще Не видит Знаете Ни да Ни нет Ничего Не ответил Вообще Так Сларка Взяли Сларк Будет Так же Умирать Как и Все другие Прикиньте Если бы Иллюзия Унаследовала Блин Статы Прикиньте Сларка Как раз Жирала бы Я помню Очень сильно ШД Контрил Раньше Антимага За счет Того Что Просто Кидаешь Первый Ооо Рикимару Опять Крисить Да Ниспа Фармит Парень Хорошо Договорились Отлично Так У нас Две Криси Инвизны Будет Еще Инвокер Инвокера Я в миду Выиграю Главное Чтобы Не сильно Ему Помогали Это Будет Очень Тяжело Стоять Против Двоих Троих Героев Средним Средним Против Двоих Троих Героев Я Обычно Играю И Тяжело Тяжело Ребятки Так Ну Шо Идем Че У нас Последний Там Возьмет Да Я Да Ямит Ну Ты Что Чат Не Видишь Или Надо Эй Ямит Эй Вот Так Надо Что Написать Не Понимаешь Что Он Видел На Душ И Ямит Ал Ч Ямит Брат Не Видел Как Я Четыре Раза Написал Вот Теперь Он Увидел Он Так Наверное А Мид Да Красивый Курочка Есть Все Погнали Ребятки Так Мурлоки Инвокер Таурен Тауренчик Прикольно Интересно Будет Интересно Интересно Абузерский Будет Таурен С абузом Бага Ребятки Кстати 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 Рубрика Фишки Скоро Будет Скоро Будет После Гайда Буду Заниматься Рубрикой Фишки Будем Тестировать Будем Показывать Будем Интересные Вещи Еще Показывать Так что, ребятки, скоро будет. Ждите, главное ждите, дождитесь. После видоса на гайдик вот этого видоса, конечно же, будет рубрика фишечки у нас. Рубрика фишечки будет. Привет, конечно, тут будет. Рики здесь, нам все равно кто там. Рики, не Рики. Побайтим. Но, в принципе, сейчас тут третьим можно засолить. Let's go. Третьим можно будет засолить тут сейчас. Джин. Го-го-го, душите. Хорошо, пошло дело. Замес, пятером просто на руну пришли. Нормально пойдет. Так, варда нету, да, давайте манку возьмем сразу. А кто-нибудь интерес, центральный пойдет? Ну, задушили. Я попытался затилить еще. Релайзом. Ядом. Удалось. Так, главное, 60 крипов. 53. Какой бейнвокер не был в меду. Задушить любой ценой. Оп, хороший. Оп. Ластхитить на Эридаре вообще кайф на самом деле. Когда есть нулик, прям по кайфу ластхититься очень хорошо и очень легко. Вот так сделаем. Вот так вот сделаем. Матиманы накинем на себя. Все, фармим просто. Пусть отзониваются. А если будет подходить, будет получать еще один зарядник. Эх. Печалька. Ля, не могу добить. А как так? Все, вот добил. На третьем левеле начнем инвокера чуть подзадушивать сильнее. Потому что на первых левелах это не так сильно выглядит. Главное, перед ластхитить. Крипы не переагриваются. Оп, хорош. Давайте переагрим. О, переагрились наконец-то. Оп, отлично. Третий левел есть. Что ты меня ударить хочешь? Курочка летит. Курочка летит. Хорошо. Опай, шелкер работает. Что там, сколько уже брат накидал на тебя? Четыре. Пять. Давайте взорвем. О, я не думал, что его убьет. Но типа пятьсот. Тут урона, это слишком. Он сейчас такой, наверное, инвокер. Что за дамаг? Эй. Что за дамаг? Так, ну мне нужно будет тогда ботлик. Ботлик. Сапог. Вот он. Хорошо. Надеюсь, куру не будут перерезать. Есть, кура летит, да? Хорошо. Это смерть, кстати. Четвертый и пятый сейчас. Сюда. Ок. Сейчас такое альт-куки просто. Альт-ку-ку. На топ руна сейчас пойдем. Хорошо. Так, сапожок, значит, да? Хорошо, инвокер понакатанный. Ой, на топе руны законтрили, да? Вардика у меня есть. Вот она миранка поставила. Инвокер говорит ок. Интересно, что будет после слова ок? Что он такое сделает, что насчет меня убивать? Позовет кого-нибудь? Ну, я думаю, если позовет, будет ему полегче, конечно. Главное, ласт хитить еще, ребят, правильно. То, что ок написал, это уже хорошо, видимо. Видимо, парень понимает. Ок. Говорит. Вот сюда кинем. Ай, взорвался. Ок. Все, не накидываем пока. Надо вообще на руну сбегать. Я не успею, скорее всего. Так, есть. Раз. Два. Монета алхимику. Но тут, скорее всего, руну активку забрали уже. У-у-у. Найс. Я еще фазы себе взял. Сейчас про ласт хитим. Не забывайте, ребят, 53 крипа. Меду надо. Задушить. 53 крипа. Фазы есть. Почему фазы? Ну, фазы это стрейк, ребят. Именно поэтому делаю на эридаре фазы. Это фановая катка, ребятки. Сори. Поэтому не обращать внимания на фейзы в фановой катке. Потому что это для меня практично. Лично я привык их всегда тарить. Инлокер бедняга ушел, да, с линии. Бедняжка. Бедняжка. Жалко этого добрикада. Фармим. Есть шансы выфармить быстренько догончик. Бля, там Fatma против Тауриена. Там Рикки выиграл дуэльку. Дайте эсэ с ним. Ну, такое надо желательно даст еще взять. В любом случае. Сейчас вард пойдем поставим. За Тауэр. В наглую. Крош. Сейчас он страйк будет пойти, да? Нет. Лол не нажал. Так, внизу монета. Ну, я, наверное, заберу. Давайте заберем. Потому что там... Алхимик вроде стоит, фармит. Он не будет выходить с лайна. Ну, хорошо. Он две забрал. Бедный инвокер. Тяжело ему. Тяжело инвокеру. Самое, че нравится, написал ок. Типа, ну ладно, буду фидить. Опа, фаржи пошли. Новая мета. Кстати, с фаржами интереснее стоять. Опа, Чарики под ногами, да? Опять же фо. Возможно, за мной погоня. Да. Ой. А на расстоянии подержим. Опа. Сюда. Ну, походу, на вставочку. Креветка нормально там прыгнул. Жесть. А че Вокер сделает? Помогите инвокеру. И все. Да, эридар пушка. Против мида такого. Так, ну 50 крипов есть, да? Кто-то пришел. Давайте сходим на Б, наверное. Вардик отличный стоит. Хорошо. Есть тпшечка. Кнопочки. Странный инвокер. Сейчас начнем свои дела, ребятки. Че там пока? 7-3, да? Из них 5 моих фрагов. ЛТП. Хорошо. Мана есть, все есть. Мана есть, все есть. Братец, я пофармлю. Спасибо. О-о-о-о. На карапас, да? Походу, там пацан нарвался. Алхимика убивают, да? Бедный алхимик. Брат, у меня есть все. Констапу был. Давай, ладно, встаю. Сделай вид, что я дурачок еще. Ну, эту надо по-любому накидывать. А если сейчас вторую дропну? Проклятие. Просто жесть, как душит. Видели, фулл хп просто улетел. Потому что вторым еще пробафал. Если б не пробафал. Он, наверное, в шоке там. Че за урон, да? Наверное, в шоке, парень. Так, ну, в принципе, есть возможность максить догон. Сейчас, че за промахи? Но я, наверное, не буду максить догон. Оу! Я не успел. ЦГГ. Еще и рейки. Ну, смотри, МХ нету знать, что в спину обходят. Ладно, рано или поздно это должно было произойти. Вот сейчас. Как бы нету хейта. То есть ганганули, ребят. Не, по сути, то есть, ну, смысл в чем? Когда на второй минуте идут без импакта гангают. Вот это жопа. А вот такой вот ганг, да. Но я не видел, типа, нет МХ. Я только увидел, что Венга вторым забыл. Там не успел себе кинуть уже. Мне кажется, инвокер нажал бы кнопки под. Алхимик фармит. Нейтрал крипа. С ларком, 0,3. Жесть. Что за катка? Так, вот ТП-шку. Ребяток душить. Его душить. Его душить. Так, вардик пропадет, да? А, еще две минуты. Нормально. Гвай инвокера на МХ. Душа нем. Ты где? Ах ты, Криса. Обманщик, да, получается? А, он туда тоже пошел, да? Потом выйдет. Хорошо. Я, по идее, нормально сочувствую. О, тут можно даже на вставочку что-то сделать, я так думаю. Дай, 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 дай. Жесть. Прикиньте. Венвизор шал. И я ничего не забрал. А, кто там еще был? Ну, инвокер тут до сих пор. Жалко. Жалко. Этого добряка. Хорошо, ТП-шимся. Хорошо. Сюда. Они, наверное, не понимают, почему так много урона залетает. Ну, не знают, как механика у этого персонажа идет. Что ж, знаете, я могу сейчас дайгер взять, в принципе. Оп, хорош. Так, монетка. Ну, алхимик, не знаю, фрифармит. Знаете, алхимик не будет сюда бежать, слишком далеко. О, давайте возьмем дайгер. Манку одну. И надо дасты тут нафармить. Хорошо. Дасты, нафармим сейчас. От Рикки Мару. Не успел я Рики запихнуть до гона. Руну забрал. Ну, ладно. Просты. Хорошо. Ну, мид, конечно, в салат. Надо что-то на вставочку сделать. Даблкил какой-то красивый. А круто было бы, знаете, если бы я там пятерых на стакал, да и одной кнопкой. Рэмпич. Нифига, прикиньте. Где вы такое видели? Нигде, и вот я не видел нигде. Квартик. Оп, оп. Сходим. Покидаем стаки. И я такого не видел, ребята. Люблю 12-й левел. Самый изичный. Самый изичный 12-й левел. Мне главное на Рики не наберется. Дабито. Томик вышли, да? Хорошо. Джорабонита чисто получается какая-то. Так, как-то у них в коре еще там. Сларк. Сейчас ты его. Эти тэпы возьмем. Подфармливаем аккуратно. Может, гляди, сейчас догончик еще один возьму. Ну, если они вместе соберутся, я не смогу уже раздамаживать так сильно. Так, тысяча еще сверху. Топ, можно будет сломать сейчас тэшку, да? Хорошо. Оп, минус. Ля там народу внизу. Жесть. Жесть, сколько народу. Хорошо. Очень много внизу людей. Так, давайте возьмем догон еще разочек. Догон еще разочек. Надо вардить. Если завардим, будет намного легче. Так, инвиз. Надо вардить. Может, даст и дропнуть. Я не знаю, что там надо дропнуть и пойти подвардить. Хоть тэпшку дропнем. Погнали. Пару вардов на атаку. Вот тут вард вот такой вот. И вот сюда поставим. На топе кто сралк, да? И сейма кидаю второй и догоню. Он сразу умирает. Хорош. Четко вообще. Четко. Как удары плеткой. Надо только ребятам еще подзавардить. Гоу в лес. Сходим. Смотрите, как их много там. Давайте вот здесь ткнем. Курзу с собой тащу, конечно, это плохо. Так, летс гоу. Ксоу на Ксоу. Говорит. Ксоу. Ксоу. Ага. Кто там у нас? Худ. Там Рики. Был или кто-то. Ксоу говорит. Так, есть. А, он сентрики под сентриками бегал. Ну, нормально, я вардик поставил. Хорошо. Инвокера зацепим. Почуть одеваются, ребятки. Посмотрите на это. Почуть ребята одеваются. Несмотря на то, что сейчас Ларка подзахейтил. Хорош. Очень быстро умер. Жесть. Дагон пауэр все-таки, да? Дагон пауэр. Сейчас тут, я думаю, Рики Марич будет вылазить. Да? Венга просто так соло не пойдет. Хорошо. Венга так просто соло не пойдет. В наглую причем. Там стак. Смотри, что делают. Хорошо. Рики, ну я так и понял, что там Рики Мару. Сейчас будем накидывать. О, шоу. Вот это на вставочку можно сделать. Хорошо. Да как? Жесть. Но вставочку можно сделать. Ля, хорошо, да? Ну, прикиньте, Рэмпэй сейчас бы мог сделать, да? Уф. Прям мощненько. Такая обида, да? Блин. Ультракил на ШД, ну почти. Он у меня был. Вот он. Вот он, ребята. Вот он, посмотрите. Блин, я камеру не показал. Эй, вот я рак. Вот он. Вот он, вот он. Посмотрите, в руках. Держу его. Ну нет, прикиньте, просто не дожал. Надо было ластхитить стоять, а я рассчитывал с Пойзоном. Прикиньте, ребят, как я облажался. А прикиньте, а, как я и говорил с одной кнопки, даблкил, я там сделал. Бах, так знаете, красиво. Блин, обидно. Ладно, продолжаем. Продолжаем, но круто. Но круто было. Это было круто, согласитесь. Так, батлыга есть. Погнали инвокера хейтить. Еще будут моменты, ребят. Еще сделаем ультракилл, ремпэйдж, сделаем. Но, возможно, не в этом видео, но может и в этом. Сларк идет, да? Там Сларк слабенький, по-моему. Он не успевает ничего сделать. Жалко, конечно. Хорошо, там Нару, да? Нападение идет. Я дал ему яду. Бедный Сларк. Я не хочу даже его убивать, но он, видимо, очень слабенький игрок. Я не буду его больше убивать. Нечестно. Вот это можно. Вот это можно. Хорошо. Так, догон 5 есть. Дальше попробуем Октарины сделать. Ты что, братец? Тогда герб КД. Ну ладно, догон. Хорошо. Блин, Эридар с догоном это люто. Монета. Ладно, он там бегает. Эридар с догоном это очень жестко. Так, ну 30 фрагов, ребятки, челлендж должен сделать. Хорошо. Догон 1 есть. Есть, хорошо. Такое. Почти на вставочках. Почти. Так, что там у нас? Пацаны по лесу ходят. О, Рики с дедашкой. С диффузовом. Это плохо. Но, кстати, если я прыгну, мне кажется, я его... Я его с одной кнопки. Мне кажется, я его с одной кнопки. Опасно, что тут... Да, вот он, вот он, вот он. Опасно. Именно вот этого я и боялся. Что Рики Мару, если меня зацепит, ЦГГ будет. Ребятки. Я, по идее, кстати, я с Ларка с догона убиваю просто. Второй догон. Ленга слишком плотная. Но если Молм нажмет, я убью ее. Симолм нажмет. Но Рики меня за прокаст убивает. Давайте тут подождем, может выйдет. А, он внизу уже. Хорошо. Опа, сон с труйки. А че это за СС-шки? Че такое? Так, а где сралк? А где так прочекаем чуть-чуть? Ой. Вард, наверное, стоит. Сралк. Ой, ару какая. Бенджерфон. Плохо. Меня оставь в покое. Не успел. Успел. Блин. Какой же лютый догон у меня. А щас СС-шка будет щас, да? Чуть не забыл. А может даже хуже было бы, если бы я стралил себя. Ну, надо на базу идти, ребят. На базу идем. Давайте сделаем вот так вот. Астральчик купим. Астральчик. Хорошо. Ну, почти во время прям я вкидываюсь. Почти по таймингу артефакты. Пойдем на топе, зафармим. Ядом. Обида, конечно, за трипл. Почти ультра была. Прям вообще жесть. Я так кайфую с этого, когда, знаете, такие микро-моменты какие-то про этого прогуливаю. Рак, потому что... Рак, пи. Хорошо зафармлено. Хорошо зафармлено. Ну, от Рики хотя бы два диффуза буду требовать. Он замедлит сначала. Выпрыгнет с инвиза. Потом постарается еще убить. Так, гоу. Есть тут кнопочка. Ребята там дерутся, да? Я пока подфармлю. А, я, кстати, сказал себе, что Сларка убивать не буду. Все равно убил его. Ребята в меду дерутся, да? Кстати, они драки проигрывают. Драки проигрывают. Но это еще Химик не играет. Их трое было, их пятеро. Трое в меду, а... Ну, наших трое, а их пятеро. Так, ДДХ. Эту дурочку я пойду убиваю. Варду стоят, да? Стоят. ТТ дефимся. Желательно иульчик еще к этому билду добавить. Тогда вообще кайф будет. Знаете почему? Потому что тут можно будет аутиться с помощью даггера. Даггер аута делать хорошие. Даггер аута хорошие можно будет делать. Так давно, что никого не убивал надо. Наверстать. Вообще, лучше командную драку какую-нибудь провести. Сварка, что там? ПТ-шка. Давно не убивал, говорю, никого. Рош. Давно не убивал, говорю. Так, внизу. Парнишка. Тоже бы забрать. И успеваю. Эх, чуть-чуть не успел. Ну, очень грамотно я сейчас сделал. Рошан не ударил, по кайфу. А не успел я чуть-чуть. Чуть-чуть не успел. Так. Пашечку. Крипа, да, повеш? Нет. Блин, какой же лютый дамаг. Сколько вен? 1200 хп. Я почти ее сразу убиваю. Очень люто. Ища сейчас аурой себе дамагу поднял. А, не, не поднял. Вровень сделал. Потому что... А, не. Сначала поднял, потом опустил. Понимаю. Но все, карту огня. Пока что. Может, солдбустер сейчас взять? Ля, там кто-то на руну пошел. Опасно. Опасно. Давайте солдбустер возьмем. Просто завязываем. Солдбустер. Чтобы хп было побольше. Ой, как инвокер задушили там. Жесть. Но, кстати, мы еще не выигрываем. Но, я думаю, если сейчас с алхимом соберемся, начнем выигрывать. Как бы, ну, то есть мы, как бы, деремся сейчас, тупо, такие, знаете, статичные какие-то фраги делаем. Бегаем там что-то. Вот, и как бы, ну, еще есть запасность по золоту, по товарам. И Рошан есть еще. У меня хорошая арта на 27-й минуте, на самом деле. Так, наднизу, да? Парень с пленбустером. Венга, 1200 хп. Она очень плотная. За счет армора очень плотный герой. У нее 14 армора. Не 14, сколько там? 10. Ну, вы поняли. Это очень много. Это много. С Акторином будем таки баловаться. Так, опасно, что-то мне как-то страшновато достать. Гоу, вниз. Вниз, подфармим как раз. Думаю, в Т2 сейчас пойдем. Кого-нибудь, может, там еще заберем. Может, там еще заберем. Хорошо. Отлично. Рики, по идее, меня не так быстро должен слить. Может, но не очень быстро. Не настолько быстро, как может быть запланировано. У, ввиду драка, да? Какого помогать? Что мы Рики Башара даст их? Встакивать. Рош. Рош. Да, там про кастинг лох дает. Опа-ча. Жаль, догона нету. Хорош. Ну, алхимик вышел, да, сразу же? Контраст. Контраст сразу пошел. Стоп, пацаны. До конца, пузы. Так, кто там еще? Оп. Рош. Рош. А, Рош можно. Алхимик, конечно, много нафармил, на фритом стоял. Так, 1700 есть. Я на низ пошел. Гонис. Пацаны. Ой, как хорошо поймал. Го мне. Огоним. Рош. За стилерби. Я за стилерби. Го мне огоним. Эти стилижби я не дам тебе сейчас напишет. У меня почти Актарин есть. Почти Актарин. Почти Актарин. Вот эти сейчас крипы. Хорошо. Еще щас я себя гоним даст? Это вообще люто будет. О, иллюзии. Сейчас он мне если я гоним еще запулит? Типа это вообще трэш будет. Давай я возьму. Ой-ой-ой. Ля, он меня забустил. На алхимике. Жесть. Кого там убивают? Прикит. Брат, беги. Хорошо. Сюда. Накидывай. Кого там убивают? А, там Сларк. Прости, брат. Но так надо. Сларк с лотаром. Опа, поймал его. Жесть. Ну еще и я гоним да куча. Ну, короче, сейчас можно попробовать, знаете, что? Через вот этот W работать просто. Типа накидывать по КД и можешь сэта получишь саром пашка какая-нибудь может. Типа раз. Смотрите, какой маленький КД. 1,7 секунд КД вместо трех. Ну, две с половиной. 1,7. Я еще при этом с этого яда смогу захилиться. Оба, Акс. Есть. Кому агоним, говорит. Жесткая рубрика, что если агоним. 2400 хп. Эридар. 2500. Для антимага чисто этот, знаете. Мешок. Избиение. Возможно, и варды, говорит. Жестко. Жестко, ребята. Очень такая... Люденькая каточка получилась. Не знаю, будут ли они пытаться адептливать сейчас. Опа. Закинул. Хорош. Жесть. Руба ассасина убил. Опа. Снял с него. Хорошо. Жесть. Я просто стою, раскидываю. Стою, раскидываю. Я вот так сделаю. Хорошо. GG. Жесть. Вот это катка. Забавно вышло. Не знаю. По кайфу, Панова. Гоу. Этериал еще до кучи. Алхимик много, на самом деле, сделал. Гоу. Сюда. Пойдем затаримся. Затаримся. Алхимика, если соло там накажут, будет по кайфу. Так, посмотрите. 3 300. Нет. Не хватает. Не хватает чуть-чуть. Хорошо. 3 200. Вот что-то алхимик. То, что я хотел, на самом деле, собрать такие фраги. Так, и 25 фрагов всего у меня. Ой, фраги, артефакты. И 25 фрагов, ребят, это очень мало. 30 надо в такой катке. Ну, я, если честно, хорошо подробно, мне кажется. Бедняга, Сларк, на самом деле, очень много нафидил. Это очень много дэмэджа, поверьте. Поверьте. Опа. Хорошо, сюда. С руки. Сюда. Хорош. Опа, дорогой. О, Рикич. Подожди, подожди, подожди. Ох, хорошо. Ой, как хорошо. Прям как будто на вставочку. Жижит. Не дам, говорит. Да. Эээ, чуть-чуть не хватило. Хорош. Жалко, конечно. Ну, пацаны, ультра килл сделал. На вставочку сделали. Красивые моменты были. Задушили в секретной катке. Огромное спасибо алхимику. За то, что сделал аганим. Ну, типа, не знаю, ребята. Как-то задушили. В целом, я думаю, на этой катке гайд у нас закончен. Можно было бы еще что у нас. Юл добрать, да. То есть, ну. Юльчик добрать. Паров пложа, так сказать. Хорошо. Есть все. Все артефакты есть. Все артефакты есть. Давайте третий накидывать. Опа, пошло дело. Оп. Рош. Рош. Ой-ой-ой. Не-не-не-не-не-не. Не надо, не надо. Рош. Давай-давай. Глинкуйся, пожалуйста. Хорош. Прыгай, Рикимару. Рикимару, прыгай. Не хочет? Жесть. Ребят, ну, в общем, вот такая катка у нас получилась. Надеюсь, она вам понравится. Забавная фановая катка получилась. Ну, рили. Я, если честно, не ожидал, что так на ШД хорошо получится отплеить именно через центральную. Но инвокер там слабоват был, конечно. Бабакс. Бабакс. Хорошо. Ух, ты Руба не засейвил. Ну, 33 фрага пойдет, пойдет. На Иридаре задушили, ребятки. Задушили. В общем, на этом гайд этот окончен, ребят. Напишите, что бы вы еще хотели. Ну, в Керри и Ридар, конечно, это можно будет сделать отдельным каким-то видосом. Потому что, ну, как бы, рофл рофлами. Но, в принципе, само это собой. Можно сказать, само собой все вот эти рофлы. Если хотите Керри-катку, то я смогу, в принципе, сделать и Керри-катку для вас. Но будете ли вы их смотреть, эти Керри-катки, давайте посмотрим по лайкам. Если этот гайд залетит, наберете 700 лайков, я сделаю еще фановую Керри-катку. Так сказать, это вам по секрету из секретной катки. На этом все, ребятки. Гайд у нас подошел к концу. В общем, что мы выяснили за этот гайд? Ридар очень сильный персонаж в центральной линии за счет своего яда. Плюс Ридар, что у нас еще такое? Ридар очень ватный герой. Поэтому нужно избегать каких-то дамагеров. Там, может, Мартретки, какие-то Рикемару. Может, тоже какие-то дополнительные... Вот, Нарубяна Сасин опасный, опасный очень герой. Если честно, сколько я игр, по-моему, 6 сыграл. И одну только проиграли, и то там овер плюсом, когда отыграли. Но не суть. Почему я проиграл там? Потому что, к сожалению, в команде ничего никто не делал. В общем, если вы будете задрачивать этого героя, вы сможете играть на нем очень хорошо. Просто достаточно даже посмотреть, как я это делал. Накидываете яд, потом прыгаете, даете астрал, даете второй. Накидываете, если что, ультимейт. И все. Нажимаете poison, damage, EGG. Не забывайте про пятый стак. Это must have просто. Ну и, в принципе, все, ребятки. Спасибо всем, кто посмотрел этот гайд. Всем удачи, всем успехов. С вами был Xenazos. И до скорого.